Мы солидно откормили этот клан. Ау, значит клан Депс по факту является лишь партнером нашего конгломерата в королевстве Финлай? Намек на улыбку появился на лице Ель. Уолт кивнул. Да, молодой мастер Ель, вы должны очень хорошо знать, что наш конгломерат Даусан не стремится забирать абсолютно весь доход со сделок. Во всех четырех великих империях и в десятках различных королевств у нас всегда есть местные партнеры, которые от работы с нами получают определенные бонусы. Ель кивнул. Он понимал, что это очень хорошо. Конгломерат Даусан был подконтролен клану Даусан, который являлся одним из трех самых могущественных и больших торговых союзов на всем континенте Юлан. Даже четыре великие империи и два альянса не могут посметь смотреть на них сверху вниз. И это было причиной, почему Ель все же смог поступить в Академию Эрнст. За Академией Эрнст стояла Сияющая Церковь. Официально они, конечно, утверждали, что стандарты их отбора в ученики честные, независимые и открытые. Как мог рядовой клан провести кого-то через заднюю дверь Сияющей Церкви? Но кредо конгломерата Даусан было таким. Когда есть возможность зарабатывать деньги, каждый может получить свою долю. В четырех великих империях, двух альянсах и всех королевствах, конгломерат Даусан всегда обладал местными торговыми партнерами, позволяя им получать свои дивиденды от торговли. Работать с конгломератом Даусан было равносильно тому, что сидеть на огромной и могущественной производящей деньги машине. В королевстве Финлай клан Депс получал лишь малую часть с их дохода. Но даже этого было достаточно, чтобы сделать их клан баснословно богатыми по меркам всего королевства Финлай. Молодой мастер Ель, в разных королевствах всегда есть множество кланов, которые рвутся заменить другой. И королевство Финлай не исключение. За кланом Депс выстроена целая очередь из желающих сместить их и стать нашим местным партнером. Единственная причина, почему мы работаем именно с кланом Депс, это то, что они проверенные временем партнеры, поэтому другим просто не перепадает возможность подступиться к нам, улыбнулся Уолт. Ель понял намерение Уолта, измените нашего местного партнера в королевстве Финлай. Что касается клана Депс, подавить их голос Ель был холоден, как лед. Да, молодой мастер, с уважением ответил Уолт. Это был лишь вопрос выбора партнера в небольшом королевстве. Даже Уолт, который был лишь вторым человеком по важности в этой области королевства, мог легко решать подобного рода вопросы. Не говоря уже о том, что приказ был отдан самим Ель, членам главной ветви семьи клана. Бедный клан Депс, про себя сказал Уолт. На горе Академии Эрнст все вокруг было застелено покрывалом белоснежного снега. В одном месте, за густыми деревьями, находились несколько огромных каменистых валунов. В пустоте и одиночестве на вершине одного из этих валунов неподвижно стоял Линлай. Биби находился неподалеку, защищая Линлай от любой возможной опасности. Джордж и Рейнольдс с беспокойством во взгляде переглядывались между собой. Джордж, что Линлай делает? К текущему моменту он простоял там уже целый день и ночь, ни разу ничего не ел и не пил. Если так и продолжается, в голосе Рейнольдса нарастало беспокойство. Джордж медленно покачал головой. Не волнуйся. Третий брат Мак 6 ранга и воин 4. Его тело чрезвычайно сильное и жестко закаленное. Оно было укреплено за счет сущностей природных элементов. Даже если он проведет несколько дней без пищи и воды, это не должно создать для него проблем. Давай пока просто понаблюдаем. Я верю, что третий брат не из тех людей, которые не могут оправиться после неудачи. Рейнольдс слегка кивнул. Никто из них не имел ни малейшего представления о том, что сейчас творилось в голове Линлай. Но рядом с Линлай был еще кое-кто. И это кто-то был Деринг Кауарт. Разумеется, Рейнольдс и Джордж не могли его чувствовать или видеть. Деринг Кауарт спокойно наблюдал за Линлай. В глубине души он был невероятно удивлен. Этот парень, кажется, погрузился в наиглубочайшую ментальную область. Будучи великим мастером-скульптором, Деринг Кауарт смог понять, в каком состоянии сейчас находился Линлай. Линлай беспрерывно смотрел на валун под его ногами. Он был более двух метров в высоту и три метра в ширину. Линлай смотрел на линии, бугорки и шрамы времени, которыми был покрыт валун. Скалистые узоры, линии и внутренняя структура, из которой он состоял, была невероятно сложной. Но во время того, как Линлай продолжал смотреть на них, в его уме рисовалось множество линий, узоров и прочих элементов глыбы, которые словно погружались в сознание Линлай. Скомбинировавшись определенным образом, детали глыбы визуально сформировали в голове Линлай пять человеческих образов. Когда он наложил образы друг на друга, в получившемся результате можно было узнать Алису. В этот момент в голове Линлай промелькнули все приятные сцены, пережитые с ней. Глядя на валун, Линлай уже не видел его, он видел лишь пять различных женских статуй-скульптур. Джордж, смотри. Третий брат начал двигаться. Удивленно сказал Рейнольдс. Линлай достал из рюкзака свое прямое долото. Взяв его в правую руку и взглянув на валун, руки Линлай начали действовать. От невероятно быстрого нанесенного удара прямое долото превратилось в размытое пятно. Сразу же, лишние части каменной породы начали разлетаться в разные стороны. Сейчас душа Линлай стала одним целым с землей и ветром. Подсознание Линлай четко ощущало каждую трещинку, каждый бугорок этого огромного валуна. Орудуя прямым долотом, он словно ветер сдувал лишние части каменных пород. Каждый удар его долото со стороны казался идеальным, а движение сопутствующее ему совершенным. Иногда прямое долото двигалось медленно, а в иных случаях молниеносно быстро. Иногда он оставлял борозды, словно для того, чтобы по ним текли ручейки воды, а иногда элементы отсекались целиком. Я до сих пор помню твой образ, твой взгляд полный ужаса и страха, когда ты была атакована кровожадным боевым боровом. Идеально точный мысленный образ этой сцены с участием Алисы сформировался в голове Линлай. Все свои эмоции и чувства он вкладывал в резьбу скульптуры. Снег продолжал падать и оседать вокруг него. Сейчас Линлай чувствовал, что его душа сливается с природными элементами земли и ветра настолько сильно, как никогда ранее. В результате этого сущность элементов ветра и земли поглощались им с невероятной скоростью. Поглощались так, что увидеть сейчас его маг святого уровня, тот был бы изумлен и тронут до глубины души. Линлай не отвлекался ни на что другое. Сейчас он был сосредоточен на пережитых чувствах и эмоциях недавнего прошлого. Медленно, левые 20% валуна начали приобретать образ женщины. Основная идея скульптуры начинала приобретать свою форму. Линлай не ел и не пил, продолжая вырезать без каких-либо перерывов. Иногда он наносил рубцы своим долотом несколько десятков раз подряд. В других случаях он мог потратить несколько минут, чтобы вырезать один элемент или придать форму лишь одному контуру. Линлай полностью вложил всего себя и свои чувства колеси в его прямое долото. Он совершенно не заметил, что это был первый раз, когда он вошел в такое глубокое ментальное состояние, которое возникает во время резьбы скульптур. В прошлом Линлай никогда не был сосредоточен на резьбе на все 100%. На статую уходили, по крайней мере, несколько дней. Он мог остановиться в любой момент и продолжить уже в следующий раз. Но в этот раз все было совершенно иначе. Линлай был полностью погружен в те далекие чувства и пережитые эмоции. Сейчас он даже не задумывался о том, чтобы остановиться и передохнуть. Все его естество было сосредоточено на резьбе и даже таким чувством, как голод и жажда, сейчас не было места. Погрузившись так глубоко и сконцентрировавшись так сильно, он стал одним целым с матерью природой. Такого рода абсолютное единение с природой вызвало бурный рост духовной энергии Линлай. Если сравнивать это со скоростью роста духовной энергии у обычного человека, то можно без преуменьшения сказать, что сейчас Линлай развивался в тысячу раз быстрее. Его единение с природой достигло уровня самозабвения. Какой приятный сюрприз. Глаза Деринга Кауарта сверкали. Проходил один день за другим, Линлай был полностью поглощен в свою работу. Сущности элемента земли и ветра все это время беспрерывно вливались в его тело Ишан Донтьянь, восполняя всю затраченную ранее энергию. В мгновение ока прошло 10 дней. Все это время Линлай занимался резьбой скульптуры. Фух! Вокруг находящегося в центре Линлай вдруг разлетелся снег во все стороны. Стоя с прямым долотом в руках, он спокойно созерцал скульптуру, находящуюся перед ним. Линлай выложился на все 100%, чтобы закончить ее. Это была самая крупная из скульптур, что он когда-либо заканчивал и в то же время самая успешная. Из этой глыбы было вырезаны пять образов женщины. И все пять были одним человеком. Алиса. Первой была скульптура, показывающая тот жалкий вид, который она имела, столкнувшись лицом к лицу с большой опасностью. На лице второй был изображен тот очаровательный взгляд, когда они прятались вместе на балконе. Третий образ отображал ее застенчивый внешний вид, когда он предложил ей встречаться. Четвертый отображал всю влюбленность, которой она была зачарована, когда они уже встречались и были влюблены. А на последний, пятый, было запечатлено безэмоциональное и равнодушное лицо, когда она говорила во время ночи расставания. Прошел уже год, как будто это было ничем иным, как сном. И сейчас сон закончился. Я назову эту скульптуру «Пробуждение ото сна». Глядя на свое творение, Линлэй ощутил, что его дух спокоен, как никогда прежде. Словно все эмоции и переживания были помещены и запечатаны в этой скульптуре. «Пробуждение ото сна» Эта скульптура наконец-то рождена на свет. Том 4. Глава 14. При вращении в жидкость Рейнольдс, Джорд Шиэль в изумлении пялились на скульптуру. Глядя на нее, они испытывали благоговение, исходящее от нее. Глядя в глаза каждой из этих пяти статуй, могло показаться, что они вовсе не скульптуры, а живые люди, имеющие душу. Первая работа вызывала мягкие, нежные, ранимые чувства, невольно заставляя сопереживать и жалеть ее. От второй веяло очарованием, юношеским задором и счастьем, заставляя сердца созерцавших биться чаще. Третья скульптура, изображавшая застенчивость, заставляла сердца мужчин трепетать и сопереживать, а девушек и женщин краснеть, ибо в памяти каждой всплывали собственные моменты из жизни, когда они впервые влюблялись. Каждая из пяти скульптур несла в себе уникальную и неповторимую ауру. Глядя на эти скульптуры, Линлэй словно погружался в воспоминания из своего прошлого. Эти пять образов были вырезаны из его снов, грез и воспоминаний. Но теперь он словно очнулся ото сна и видел все наяву. Линлэй, Деринг Кауарт позвал его. Линлэй посмотрел на Деринга. Взгляд удовлетворения и гордости читался на лице Деринга Кауарта. С точки зрения способностей вырезания каменных скульптур ты уже достиг уровня мастера. А скульптура, что ты только что создал, ее образ достоин представлять нашу школу прямого долота. Только глядя на нее можно сказать, что твое понимание структуры каменной резки невероятно возросло и углубилось. Линлэй слегка кивнул. Только после того, как Линлэй завершил свою скульптуру, он понял, почему в этом мире существует так мало скульптур уровня мастера. И мастер-скульптор порой за всю свою жизнь может создать только одно произведение искусства, которое будут восхвалять на протяжении тысячелетий. Это было связано не с отсутствием навыков или умений, а с наличием вдохновения, которое по мановению руки не приходит само по себе. И, как правило, этому предшествуют либо озарения, либо эмоциональные потрясения после которых создается скульптура, которую можно назвать божественной. Принудительно заставить мастера создать подобное произведение искусства попросту невозможно. Например, Линлэй только что закончил работу над скульптурами, которые он назвал «Пробуждение ото сна». Но если попросить его сейчас сделать еще одну такую же, то для него это окажется непосильной задачей. Появление на свет божественной скульптуры становится возможным только благодаря незаурядному мастерству мастера-скульптора, вдохновению дарованному небесами и глубоким эмоциональным потрясениям и переживаниям. Только с учетом этого становится возможным создать скульптуру такого уровня. Линлэй смог завершить работу «Пробуждение ото сна». Но кто знает, сколько пройдет еще времени, прежде чем он сможет создать еще одну подобную. Однако, в течение этих 10 дней беспрерывной резьбы душа Линлэй хорошо прочувствовала то единение, в котором необходимо было находиться при создании скульптур. Поэтому даже если Линлэй не сможет прямо сейчас создать скульптуру божественного уровня, его мастерство все-таки поднялось на совершенно иной качественный уровень. Даже если Линлэй не сможет вырезать скульптуру такого качества, как «Пробуждение ото сна», остальные его работы явно будут стоить дороже, чем его предыдущие, по 5 тысяч за штуку. «Линлэй, ты почувствовал изменения, произошедшие с твоей духовной энергией?» произнес Деринг Коуарт с радостной улыбкой. Линлэй задумался. «Духовная энергия?» Работа над этой скульптурой заставила его приложить гораздо больше духовной энергии, чем он прилагал ранее к другим. И теперь его духовная энергия была намного сильнее и крепче, чем раньше. Если 10 дней тому назад ее можно было назвать «небольшим деревцем», то сейчас духовная энергия Линлэй была словно древний процветающий дуб великан. Как она смогла увеличиться настолько?» Линлэй был изумлен. Деринг Коуарт радостно засмеялся и продолжил. Десять раз. Твоя духовная энергия увеличилась в десять раз. И такой прогресс произошел в течение всего десяти дней. За каких-то жалких десять дней ты получил эффект, эквивалентный десятку или даже десяткам лет тренировок и обучения для обычного мага. Твой уровень духовной энергии подскочил с уровня мага шестого ранга до уровня седьмого ранга на одном дыхании. Линлэй начал ощущать немыслимые эмоции радости. Этот скачок в силе слишком ненормальный. В десять раз эффект довольно хорош, не правда ли, ГХМ? Эффективность моей школы прямого Долота неоспорима и для многих непостижима. Тем не менее, я немного завидую. Деринг Коуарт улыбался, глядя на Линлэй. Линлэй, ты должен знать, что погружение в такую глубокую ментальную фазу, в результате которой ты и твоя душа становитесь едиными с природой и ее элементами, это настоящая удача, ведь в нее и правда невероятно трудно погрузиться. Линлэй кивнул в знак согласия. Если бы такое состояние было легко достижимым, то скульптуру уровня божественной было бы не счесть. В течение 1300 лет моей жизни я смог войти в подобное состояние лишь трижды. И только тремя скульптурами я больше всего горжусь. Взгляд гордости виднелся на лице Деринга, пока он говорил. Но у меня уходило всего 2, 3 и 4 дня на создание каждой из скульптур. Поэтому если суммировать время, что я провел в этом состоянии, то окажется, что ты за один раз провел в нем больше времени, чем я за три. Я 9 дней, а ты 10 за раз. Только услышав слова дедушки Деринга, Линлэй осознал, что он провел 10 дней и 10 ночей за ваянием скульптур. Такого рода состояние, это быстрый способ для членов школы прямого долота увеличить и усилить свою духовную силу. Оно дает человеку шанс поглощать сущности природных элементов в тысячи раз быстрее обычного. Каждый член школы должен мечтать об этом. Ну, нас конечно только двое, но не суть важна ГХМ, ГХМ. Важно то, что чем дольше ты сможешь пробыть в этом ментальном состоянии, тем большую по размеру и соответственно ценности скульптуру ты сможешь вырезать и для духовной энергии. Это тоже огромный плюс. Линлэй мысленно согласился. Над работой «Пробуждение от сна» была проделана гигантская работа, в результате чего получилось настоящее произведение искусства, состоящее из пять разных фигур. Деринг Ковард испустил долгий вздох. Но когда ты погрузился в это состояние, ты не смог контролировать его, чтобы сконцентрироваться на определенном типе скульптуры. Линлэй понял. Глядя на валуны, видя все контуры и природные узоры на нем, соединив их с эмоциональной вспышкой и перевозбужденным состоянием, Линлэй в результате смог увидеть пять особо ярких образов. Это и помогло ему позабыть все на свете, включая самого себя. В его мыслях визуализировался лишь результат в виде скульптур. Вся энергия и все его эмоции были вложены в эти скульптуры. Войдя в необычное ментальное состояние, у него не осталось воли и энергии, чтобы думать о чем-либо еще, к примеру, я хочу сделать статую большого размера. Сосредоточить свое внимание на чем-то другом он попросту не мог. Если бы Линлэй попытался это сделать, скорее всего он бы не смог удержаться в нем. Линлэй, я хочу задать тебе вопрос. Ты уже дал название этой скульптуре? Спросил Деринг Ковард. Пробуждение ото сна, ответил Линлэй. Услышав ответ, Деринг Ковард некоторое время размышлял, затем слегка кивнул в знак одобрения и сказал «Хорошо, хорошее имя». Долгий снегопад, который чередовался с метелью, наконец закончился. Все пространство вокруг было окутано в белые цвета. Гаража была покрыта толстым слоем снега, глубиной по колено взрослого человека. Такая долгая метель в этих краях довольно редкое явление. После нее температура сильно упала. Ель, Джордж и Рейнольдс возвели шатер, чтобы противостоять Морозу, пока присматривали за Линлэй. Ель приказал некоторым из своих слуг регулярно пополнять запасы еды на горе. Все это время они наблюдая ждали, когда Линлэй закончит. В настоящий момент Ель и остальные два брата в изумлении пялились на результат работы Линлэй. Босс Ель, третий брат успешно закончил вырезать. Почему он все еще стоит там? Рейнольдс начинал волноваться, ведь он понятия не имел, что Линлэй мысленно беседует с Дерингом Кауартом, не говоря уже о том, чтобы увидеть его духовную сущность. Ель слегка покачал головой. Я тоже не знаю. Но эта скульптура третьего брата безусловно находится на одном уровне со скульптурами великого мастера-скульптора Пру. В глазах Ель скульптура, которую только что закончил Линлэй, была невероятной, умопомрачительной, блестящей и способной заставлять души мужчин трепетать. Босс Ель, второй брат, четвертый брат. Вдруг раздался голос Линлэй, после чего Ель, Джордж и Рейнольдс, привыкшие к его молчанию на миг замешкались. Пришедший в себя первым Рейнольдс сразу взволнованно крикнул. Линлэй, ты наконец заговорил. Уже 11 дней, 11 полных дней, ты ничего не ел и не пил. Перед тем, как начать работать над скульптурой, Линлэй просто простоял целый день и только потом потратил 10 полных дней на резьбу. В сумме получилось 11 дней. Если бы обычный человек не ел и не пил в течение такого периода времени, он бы просто-напросто умер. Даже маг четвертого или даже пятого ранга к текущему моменту уже должен был быть в плачевном состоянии. Но Линлэй сейчас чувствовал только легкую жажду. Что касается остального, он ни в малейшей степени не чувствовал себя плохо или хотя бы неуютно. Войдя в то особое состояние, став одним целым с природой и сущностями элементов земли и ветра, они питали его в течение всего периода времени, восстанавливая затраченную энергию и даже больше, они еще и укрепляли тело Линлэй. 11 дней, да, кажется я немного голоден, засмеявшись сказал Линлэй. Голодный? Джордж был ближе всех к палаткам, поэтому сразу сорвался и побежал к ним. Вернувшись, он держал в руках два обернутых мехом свертка. Они использовались, чтобы не дать еде окончательно замерзнуть. Развернув мех, он достал два металлических ящика, внутри которых было столько еды, что могло хватить на маленький пир. Погоди, мы не можем съесть эту отменную еду без любимого вина, ведь так громко рассмеялся Ель. Смотря на то, как один из его братьев возится с приготовлением пищи, а другой помогает раскладывать, в то время как третий уже наливал вино, в Линлэй проснулось невыразимое чувство теплоты и счастья. Они присматривали за ним в течение 11 дней, как может Линлэй не растрогаться, но Линлэй спрятал все чувства глубоко в своем сердце. Босс, второй брат, четвертый брат, мы останемся хорошими, дружными братьями до конца наших жизней, решительно произнес Линлэй. Третий брат, давай уже подходи, поешь, тепло, сказал Джордж. Хорошо, почти на самой вершине покрытой снегом горы, позади Академии Эрнст. Линлэй и его три брата начали есть, пить, смеяться и веселиться. Упустить возможность лишний раз выпить и перекусить Биби тоже не мог. После еды. Босс Ель, пожалуйста, сможешь присмотреть за этими скульптурами. Линлэй поднялся, бросив взгляд на белоснежный пейзаж вокруг. Когда мне было 15, я пошел на хребет магических зверей, провести боевую тренировку. С июля на август мне исполнилось 16 лет и я должен был пойти тренироваться туда снова. Но из-за Алисы я не пошел, я решил, что отправлюсь туда прямо сейчас. Джордж, Ель и Рейнольдс были ошеломлены. Третий брат, ты хочешь отправиться на хребет магических зверей? На лице Ель читалось изумление и тревога. Рейнольдс и Джордж тоже занервничали. Они знали, что Линлэй только 11 дней назад пережил страшный эмоциональный удар, после чего провел все эти дни без пищи и воды. Несмотря на то, что его настроение немного улучшилось, он собирался отправиться в одно из трех самых опасных мест на континенте Юлан. Как они маги не беспокоятся? Линлэй засмеялся. Все, все, не волнуйтесь вы так. Сейчас я уже в порядке и пришел в себя. Если бы я не смог пережить ту боль, то подошел бы к моей скульптуре пробуждения ото сна и уничтожил ее. Он повернул голову и взглянув на свое творение. Глядя на него, Линлэй чувствовал, что словно возвращался в дни недавнего прошлого. Но в сердце ощущались только спокойствие и умиротворение. Сейчас это ничего более, чем воспоминания о моей неудаче. Из-за Алисы я уже отложил свои тренировки однажды. Я больше не могу позволить себе тратить время попусту. Линлэй улыбнулся, глядя на лица своих братьев. Я не собираюсь возвращаться в Академию Эрнст, поэтому отправляюсь немедленно. Босс, второй брат, четвертый брат. Слегка улыбаясь, Линлэй смотрел на своих трех лучших друзей. Я действительно благодарен всем вам. Я, Линлэй, и мне невероятно повезло иметь таких друзей, как вы. Закончив говорить, Линлэй закинул рюкзак не плечи, позвал Биби и направился на восток в сторону хребта. Ель, Рейнольдс и Джордж смотрели на удаляющийся силуэт спины Линлэй, пока он не исчез среди прекрасного белоснежного пейзажа. На хребте магических зверей, древние, высокие и величественные деревья, густо свисающие отовсюду ляны и торчащие из самых непредсказуемых мест папоротники. Дикая трава, сухие листья на земле и прочие кустарники. Вся эта картина словно кричала о своей первобытности и естественности хребтомагических зверей. Линлэй сидел в медитативной позе, поглощая сущности элементов ветра и земли и превращая ее в магическую силу. Духовная энергия Линлэй уже достигла уровня мага седьмого ранга, но его магическая сила по-прежнему находилась только на уровне шестого ранга. К текущему моменту Линлэй уже провел целый месяц на хребте магических зверей. За прошедший месяц Линлэй иногда убивал магических зверей, после чего тратил немного свободного времени на изучение заклинания седьмого ранга стиля ветра, полет. Остальное время он проводил в медитативном состоянии, культивируя свою магическую силу. Академия Эрнст не обучает своих учеников заклинаниям седьмого ранга или выше. Изученное им заклинание парения было практически идентично по своим принципам с заклинанием полета, оскудной теории которого Линлэй прочитал в библиотеке. Поэтому в свободное время Линлэй пытался полноценно, методами проб и ошибок, постичь суть заклинания полета и соответственно обучиться ему. По итогам месяца, с учетом приложенных усилий и стараний, Линлэй уже мог легко полноценно летать по небу. Хотя Линлэй точно не знал, действительно ли это заклинание полета, которое он сейчас использует, идентично тому, которому обучают магов седьмого ранга присягнувших королевству или империи. Тем не менее Линлэй был доволен полученным результатом и его нынешней скорости полета. Между шестым и седьмым рангом мага была большая разница, но по большей части она выражалась именно в увеличении духовной энергии до определенного уровня. Так как духовная энергия Линлэй уже была на уровне мага седьмого ранга, дело было за малым, поглотить и обработать достаточное количество сущностей его элементов, преобразовав их в магическую силу. Так как предрасположенность Линлэй к сущностям элементов земли и ветра была исключительной, скорость культивации его магической силы была также очень быстрой. Биби с осторожностью и внимательностью патрулировал всю округу вокруг Линлэй. Он защищал его во время медитативных тренировок. В центре груди Линлэй – Шандантянь. Многочисленные пятнышки сущности цветоглины и сущности оттенка голубого нефрита уже достигли невероятной досели плотности. Но в его Шандантянь они до сих пор пребывали в газообразном состоянии. Для полноценного прорыва на уровень мага седьмого ранга плотность сущности элементов должна увеличиться до такой степени, чтобы превратиться в жидкость. Время шло, плотность частичек сущности увеличилась еще больше, и уже сейчас она достигла своей критической точки. Кап. В центре Шандантянь яня Линлэй сформировались первые две капли, состоящие из сущностей элементов земли и ветра. Но на этом процесс не закончился. После начали формироваться все больше и больше капель. Десять, сто, тысяча. Самой большой разницей между магами шестого и седьмого рангов было именно то, что у магов седьмого ранга сущность пребывала уже в жидком, а не газообразном состоянии. Том 4. Глава 15. Возвращение в туманное ущелье. На дне виднелись плотные клубящиеся потоки тумана. Стоя на краю обрыва в ущелье, разглядеть его дно не представлялось возможным. Держа в своих руках прямое долото, Линлэй вглядывался вглубь клубящегося внизу тумана. Линлэй потратил 3000 золотых монет, чтобы приобрести это невероятно дорогое долото. Это долото было лучшим из найденных им для резьбы скульптур. И оно не уступало в прочности и остроте черному кинжалу, которым он обладал. К тому же, будучи скульптором, для Линлэй держать в руки прямое долото было намного привычней, чем кинжал. К этому моменту Линлэй уже провел внутри хриптомагических зверей примерно полтора месяца. Он чувствовал, что сейчас находится на пике своих возможностей и силы. Плотные потоки сущности элемента земли вдруг начали клубиться вокруг Линлэй, в то время как он нашептывал какое-то заклинание. Когда Линлэй закончил его, он покрылся слоем брони, очень похожей на нефритовую породу камня. Это был жадеит, образованный из сущности элемента земли. Защита из жадеитовой каменной породы. Заклинание мага 7 ранга. Защита земли. Маг 7 ранга был на совершенно ином уровне по силе, чем маг 6 ранга. Что касается этого заклинания и его защитных свойств, то его прочность в сравнении с магом 6 ранга возросла десятикратно. Теперь, если я встречу этих драконьих ястребов, благодаря жадеитовой защите от заклинания я смогу легко принять на себя их прямой удар. Сейчас Линлэй чувствовал себя очень уверенно. Далее, Линлэй начал бормотать слова следующего заклинания. Заклинание стиля ветра. Сущность элемента ветра начала виться вокруг тела Линлэй, создавая воздушные потоки, которые в результате подняли его над землей, после чего он плавно начал спускаться на дно туманного ущелья. Сейчас Линлэй был довольно уверен в себе, поэтому вновь пришел исследовать туманное ущелье. У меня есть жадеитовая броня и я хорошо освоил заклинание полноценного полета. Кроме того, физически я на уровне воина 4 ранга. После использования заклинания сверхзвуковой, я достигаю скорости воина 7 ранга в случае непредвиденных обстоятельств, как минимум остаться в живых, не должно оказаться проблемой. Линлэй медленно, неторопливо опускался на дно ущелья. Причиной этого была трава синее сердце. Трава синее сердце была для Линлэй очень ценной и не только из-за ее баснословной цены. Помимо заполучения травы синее сердце, Линлэй было невероятно любопытно, почему здесь живет такое количество разных видов магических зверей. Ведь для разных видов делить один ареал проживания было весьма несвойственно. Босс, будь осторожней. Не забывай, как ты влип в прошлый раз, мысленно напомнил Бебе. Не волнуйся. Чем глубже Линлэй опускался, тем шире становилась область между двумя утесами. Очевидно, что это ущелье должно быть невероятно большим. Погружаясь в глубины туманного ущелья, Линлэй и Бебе внимательно осматривались в поисках травы синее сердце. Линлэй двигался примерно в том же направлении, где в прошлый раз он нашел траву синее сердце. В тот раз он столкнулся с зеленым татуированным питоном, поэтому он не смог заполучить ее. Прижимаясь к краям скал, Линлэй с еще большей осторожностью начал спускаться вниз. Босс, я вижу траву синее сердце. Она прямо там. Взгляд Бебе был очень острым. Линлэй посмотрел в направлении, о котором говорил Бебе, и его глаза загорелись. Он увидел зеленые стебли и листья травы, а от всего куста исходил мягкий едва заметный окружающий его ореол. Нет ли рядом зеленого татуированного питона? Линлэй не решался вести себя слишком опрометчиво. Хотя он больше не боялся магического зверя, зеленого татуированного питона, как только между ними завяжется борьба, шум от схватки наверняка привлечет множество других зверей. Он, безусловно, не был настолько самоуверен и не думал, что сможет справиться с целой армией магических зверей. Так как данный вид питона был зеленой окраски, его было легко не заметить в окружающих все пространства лианах и прочей зеленой растительности, поэтому Линлэй был крайне осторожен. Линлэй долгое время изучал окружающую обстановку. Убедившись, что рядом не было ни одного зеленого татуированного питона или любого другого магического зверя, он осторожно решил подлететь поближе. Выкорчевывая траву синее сердце, Линлэй вновь почувствовал, как его руки обдало холодом. Закончив, на лице Линлэй появилась легкая улыбка. Это пугающее ощущение холода было доказательством, что это действительно трава синее сердце. Линлэй бережно положил ее в свой рюкзак, после чего продолжил свой путь в поисках еще одного куста. Рык. Шипение. Все виды звуков, от рычаний до шипений магических зверей доносились снизу. Их дикий, необузданный рев заставлял сердце Линлэй дрожать. Только судя по доносившимся снизу звукам можно было понять, насколько огромное количество магических зверей обитает внизу. К этому моменту Линлэй уже опустился невероятно глубоко и чем ниже он спускался, тем более тонкой становилась плотность тумана. Сейчас Линлэй уже мог смутно разглядеть на дне очертания обширных полей и лугов. Босс, будь осторожней. Я не хочу, чтобы мы подверглись нападению и преследованию. Ведь после этого нам придется бежать в неизвестно каком направлении, напомнил Биби. Я знаю, Линлэй сейчас находился в максимальной боевой готовности. Его глаза беспрерывно изучали и сканировали каждую деталь вокруг, особенно вьющиеся лианы вдоль откосов скалы. Линлэй был очень обеспокоен тем, что в них мог скрываться зеленый татуированный питон. Если их обнаружит один магический зверь, это будет равносильно тому, что о нем узнает все ущелья. Драконий ястреб. Линлэй заметил, что вдалеке беззаботно и лениво парили хорошо знакомые ему магические звери. Линлэй решил поторопиться и убраться подальше отсюда. К счастью, вся долина все еще была наполнена туманом, в результате чего если объект находился далеко, его было довольно трудно разглядеть. Драконий ястреб же был немаленьким магическим зверем, поэтому Линлэй заметил их раньше, чем они его. Визг и пронзительные крики. Вдруг раздался ряд странных завываний визгов, что совсем не радовало, они приближались в сторону Линлэй. Плохо выражение лица Линлэй изменилось. Линлэй, который ранее сталкивался с дракониями ястребами, знал, что этот клич издавали они. Глядя в сторону появления шума он увидел тусклые приближающиеся к нему очертания примерно 20 или даже 30 драконьих ястребов. Драконьи ястребы особенно с учетом размаха их крыльев были невероятно большими. Если бы 20 или 30 особей взлетали в небо, они могли закрыть собой практически весь проникающий к земле солнечный свет, создав искусственные сумерки. Слишком много драконьих ястребов, Линлэй негде спрятаться. В данный момент в голове Линлэй крутились три сценария развития событий. Первый. Завязать бой с этой группой магических зверей. Второй. Убегать, спасая свою жизнь. И третий. Ринуться вниз, опустившись еще глубже. Свист. Ни капли не колеблись, Линлэй бросился камнем вниз, прорывая себе путь сквозь окутавший все вокруг туман. Окружив себя элементом сущности ветра, он как стрела летел вниз к травянистому покрову на дне ущелья. Достигнув дня, он словно зарылся в траве, после чего не шевелил ни одной мышцей тела. Пролежав так какое-то время, Линлэй заметил, что ему удалось сбросить хвост. Подойдя к краю травянистого покрова и затем заглянув наружу, он начал тщательно оценивать и изучать обстановку. Перед его глазами раскинулась огромная долина. Она была заполнена огромными и сложными речными образованиями, а также были видны участки с обширными травянистыми лугами и полями. Со стороны это выглядело как нетронутая человеком утопия. Но эта нетронутая утопия была переполнена бесчисленными гигантскими ползущими, летающими и бегающими существами. Зверь высотой в два этажа и 30 метров в длину, тело которого покрывали скалистого внешнего вида чешуйки, размер которых был с половину лица человека. В голове Линлой вплывала вся доступная ему информация о магическом звере шестого ранга с природной сущностью элемента огня, земляной дракон. Если бы земляной дракон был только один, это бы не было проблемой, но Линлой осматривался вокруг. К текущему моменту Линлой уже успел насчитать больше 100 особей, и если они все одновременно нападут, у него будет мало шансов. Но они медлительны. Для меня они не должны представлять большой угрозы. Линлой посмотрел в сторону, где находились другие магические звери. В долине земляные драконы были лишь малой частью фауны магических зверей. Линлой также заметил немалое количество молниеносных драконов. Молниеносные драконы не стадный тип зверей, поэтому они, как правило, находились в разных местах долины. В то же время все небо было заполнено драконьими ястребами. Если же начать вглядываться в травянистые покровы, то можно было заметить различные виды питонов и удавов, ползающих туда-сюда. И это было только то, что Линлой смог заметить с первого взгляда. Окинув окрестности своим взглядом я могу точно сказать, что эта долина тянется с востока на запад. Взглянув на север, я могу еле-еле разглядеть стену утеса. Линлой повернул голову и посмотрел назад. С запада он мог увидеть стену утеса, а повернувшись на восток он не видел края. К тому же недалеко раскинулась река, вода которой текла в восточном направлении. Бебе, будь осторожен, Линлой на всякий случай уже активировал заклинание стиля ветра, сверхзвуковой, после чего ловко и осторожно пробирался через травянистый покров. Здесь было очень много полей с раскинувшимися травянистыми покровами. Такое количество растительности было из-за того, что почти все магические звери в этой местности были хищниками и не питались травой. Во время своего передвижения Линлой вдруг что-то заметил. Что за чрезвычайно высокая плотность природной сущности элементов? Концентрация сущности элемента в этом месте по крайней мере в 6 или даже в 7 раз выше, чем во внешних областях мира. Войдя в долину, Линлой был крайне взволнован и не сразу смог заметить этот факт. Интересно, почему это место имеет такую высокую плотность сущности элементов? Линлой осторожно начал двигаться на восток. Земляные драконы, молниеносные драконы, зеленые татуированные питоны и драконьи ястребы были зверьми чрезвычайно большого размера. Поэтому на их фоне маленькое пятнышко на земле, которым являлся Линлой, было совсем незаметно. Эта долина действительно длинная. Пройдя почти 20 километров на восток, Линлой так и не дошел до стены утеса каньона. Но пока он шел, он заметил несколько новых стайных видов магических зверей. Магический зверь 6 ранга – крылатый пегас. Магический зверь 7 ранга – громокрылый пегас. Вокруг летали всевозможные виды пегасов, часть из которых стояли на земле, поедая траву. Босс, здесь трава заканчивается. Как нам продолжить путь? Взволнованно спросил Бебе. Линлой начал хмуриться. Травянистый покров здесь еще присутствовал, но он был в высоту не более чем по колено. Высота травы слишком низкая. Пробираться ползком больше не получится. Дальше путь придется продолжить по воздуху. Линлой аккуратно обошел группу пегасов на расстоянии в несколько сотен метров. Обойдя их на максимально возможном расстоянии и с максимальной осторожностью, Линлой активировал заклинание стиля ветрополет – свист. Поднявшись в воздух, Линлой сразу поспешил подняться вверх, где продолжал клубиться водный туман. Пегасы к туману подлетали лишь изредка. И с учетом их небольшого размера, если они встречались на пути Линлой, он лишь аккуратно и ловко уклонялся от столкновения. Осторожно летя на восток, Линлой держался близ южной стены утеса, тщательно осматривая ее в поисках травы синее сердце. Но, чем дальше он двигался, тем мрачнее становилось его лицо. Кроме первого куста травы синее сердце я больше так и не смог найти ни одного. Линлой начал терять терпение, но Линлой продолжал двигаться на восток. Пролетев около 10 километров, Линлой заметил, что он уже довольно долго не сталкивался и не видел пегасов. Поэтому он решил опять спуститься в долину. Линлой – многие магические звери не уходят далеко от хорошо обжитых ими мест. К тому же, большинство зверей нестайного типа путешествуют в одиночку. Например, такие как молниеносный дракон, черный медведь или проворная драконья кошка. Деринг Коуарт мысленно обратился к Линлой, после чего появился рядом с ним и они продолжили путь вместе. Линлой осторожно пробирался вперед, в то время как Деринг Коуарт беззаботно парил рядом. Ах! Линлой словно ударила молния. Он вдруг остановился и начал внимательно смотреть в одну сторону. Примерно в 50 метрах впереди от него был небольшой холмик диаметром в 7 или 8 метров, покрытый кустарниками. То, что трава на холме была зеленого цвета, само собой разумеющееся, но удивительно было то, что всю лужайку окружал синий ореол. Трава синее сердце. Каждый куст там был травой синее сердце. Сердце Линлой словно остановилось, а небеса. Один пучок травы синее сердце может стоить больше 70 000 золота. Даже найти место, где его можно купить, это уже большая удача, но в 50 метрах от него была лужайка как минимум с сотней пучков травы синее сердце. Так много, я мог бы взять 7 или 8 пучков. Линлой сделал глубокий вдох. Глаза Деринг Коуарт тоже блеснули. Линлой, для того чтобы выпить нужное количество крови живого дракона тебе будет достаточно 4-5 пучков травы синее сердце. Найти такое количество травы синее сердце в одном месте просто немыслимо. Однако, область вокруг этого холмика с травой синее сердце пуста, спрятаться будет невозможно. Что собираешься делать? Возможно это из-за того, что трава синее сердце искореняла другие виды трав и растений. В зоне радиусом в 30 метров вокруг опушки с травой синее сердце невозможно было заметить ни одной нормальной травинки. Я не заметил здесь большого количества магических зверей, а тех, что я видел, не были зверями стайного типа, поэтому они разбросаны по большой площади. Линлой внимательно наблюдал за опушкой усыпанной травой синее сердце, а также за ее окрестностями. Недалеко от опушки с травой синее сердце я насчитал только 7 магических зверей. С учетом моей скорости я навряд ли нарвусь какие-либо проблемы, в случае чего, я смогу просто убежать от них. Линлой глубоко дышал, заставляя себя успокоиться, чтобы погрузиться в состояние максимальной готовности и внимательности. Босс, ты дурак? Ты забыл про меня, Биби. Биби вдруг мысленно обратился Линлой. Линлой вопросительно посмотрел на обращающегося к нему Биби и увидел, как тот радостно подмигивает ему. Босс, моя скорость намного выше, чем твоя, а мое тело гораздо меньшего размера, а это еще один плюс. Как насчет того, чтобы мне заняться этим вопросом? Проблем возникнуть не должно. Все, что от тебя потребуется, это открыть рюкзак и ждать свой товар. Свист. В мгновение ока Биби сорвался с места. Превратившись в маленькое размытое пятно, он подбежал к опушке. Затем, оказавшись в середине этого холмика и используя свои острые маленькие когти, он начал проворно, ловко и жадно выкапывать всю траву синее сердце вокруг. Его маленькие коготки словно двигались в сверхзвуковом танце, и после каждого движения опушка уменьшалась в объемах. В это время рядом с Биби уже лежала целая кучка травы синее сердце, высотой примерно в его рост. Том 4. Глава 16. Запечатанные небеса Линлой затаил дыхание, лежа в густой траве. На этой опушке не меньше 60 пучков травы синее сердце, но больше всего его поразило. Биби не останавливался. Было ощущение, что он хочет выкорчевать все на этом холмике. Он продолжал собирать все больше и больше травы синее сердце. Сможет ли Биби принести всю эту траву своими маленькими лапками? Линлой был в смятении. Подумав секунду, он послал мысленное сообщение Биби. Биби, этого достаточно. Вернись. Биби поднял голову и посмотрел на Линлой, после чего поморщил свой маленький носик. Не торопись. Тут еще очень много. Рано заканчивать. Именно в этот момент молниеносный дракон, который пил воду из ближайшего водоема, случайно бросил свой взгляд в том направлении. Его взгляд упал на Биби и он смог четко разглядеть его. Закончив пить, он поднялся в полный рост и начал фыркать. Из его ноздрей повалили клубы дыма. Сейчас все его внимание было сфокусировано на черной призрачной мыши. Это плохо. Заметив это, сердце Линлой сразу ёкнуло. Если Биби начнет полномасштабное сражение с молниеносным драконом, то оно может привлечь более высокоуровневых зверей или же просто большое их количество. Если такое случится, ситуация станет хуже некуда. Биби заметил смотрящего на него молниеносного дракона. Затем он изобразил ужас, спрятавшись недалеко от травы синей сердца и начал дрожать. Рык. Молниеносный дракон издал звук рычания, в котором читалось удовлетворение, после чего снова прилег и продолжил пить воду. Большая глупая глыба. Его так легко обмануть. Биби восхищенным тоном говорил с Линлой. В данный момент Линлой не знал, смеяться ему или плакать. Он не ожидал, что Биби симулирует покорность и страх. Линлой хорошо помнил, как полтора года назад Биби вынудил другого молниеносного дракона убегать от него. А ведь прошло еще полтора года, сейчас Биби должен был стать еще сильнее. Но Биби, само собой разумеется, не боялся молниеносного дракона. Биби был умен. Он понимал, если вызовет слишком много шума, то Линлой легко обнаружат. Люди. Магические звери были очень антагонистичны по отношению к людям. В глазах молниеносного дракона Биби был ничем более, как маленьким магическим зверем. Видя, как ему страшно, дракон даже не стал себя утруждать, чтобы убить его. Ведь молниеносный дракон тоже был не туп. Он знал, что призрачные мыши черной окраски были невероятно слабыми и низкоуровневыми. Но этот молниеносный дракон не имел понятия, что еще недавно этот мышонок сильно побил одного из его сородичей. Неплохо. Линлой показал Биби большой палец вверх. Биби радостно засмеялся. А чего ты ждал? Я, Биби, и я очень умная призрачная мышь. Взглянув на большой сток травы лежащий рядом с ним, Биби вдруг увеличился в своих размерах почти до полуметра. Теперь, когда его физическое тело стало больше, он смог схватить весь этот сток травы синее сердце своими на данный момент уже немаленькими лапами. Затем согнув лапки. Свист. Биби через миг оказался вместе с охапкой травы рядом с Линлой. Босс. Здесь примерно 160 пучков травы синее сердце. Позволить мне, Биби, заняться этим вопросом, было блестящей идеей. Биби самонадеянно выпятил вперед свою маленькую грудь. Линлой с любовью погладил маленькую голову Биби, после чего положил всю собранную траву синее сердце в рюкзак. Давай продолжим наше путешествие. Эта долина вызывает у меня все больше любопытства. Глаза Линлой сияли, когда он взглянул на восток. В этой долине столько магических зверей, а плотность сущности природных элементов им-им-им. Сейчас я чувствую, что сущности элементов здесь еще плотнее, чем в месте, где мы спустились в самом начале. Если сказать навскидку, то здесь концентрация сущности элементов уже раз в 10 выше, чем на поверхности. У Линлой было ощущение, что секрет такой высокой плотности сущности элементов сокрыт в восточных областях этого ущелья. Линлой продолжал двигаться на восток, прокладывая свой путь через густую траву. Благодаря заклинанию стиля ветра, сверхзвуковой, Линлой мог двигаться на порядок быстрее обычного мага 7-го или даже 8-го ранга. Маги ветра 7-го ранга могли увеличить свою скорость передвижения в три раза, в сравнении с магами других элементов. Свист, свист. Линлой быстро и ловко бежал от одного укрытия к другому, избегая столкновения с любым замеченным им магическим зверем. К счастью, кроме места где кормились пегасы, другие области долины были покрыты густыми зарослями трав и прочих растений, позволяя Линлой умело маскировать свое присутствие. Хэм, по моим прикидкам, с того времени, когда я спустился на дно туманного ущелья и до текущего момента, я уже прошел на восток примерно 100 километров. Линлой был удивлен. Весь хребет магических зверей был шириной примерно в 1000 километров, так что для обычного ущелья, расположенного поперек хребта, длина больше 100 километров, что-то из ряда вон выходящее. Если учитывать расстояние, что к этому моменту преодолел Линлой, то будь он на поверхности, сейчас он бы уже оказался на границе внутренней области хребтомагических зверей. Эй, босс, в том направлении очень мало магических зверей, сидящий на плече Линлой, Биби без остановок изучал близлежащие области. Линлой кивнул. В районе радиусом в 2 километра вокруг них было видно всего два магических зверя. Такая низкая плотность магических зверей была весьма странной. Два зверя, которых заметил Биби, оказались молниеносными драконами. И что более важно, каждый из них спокойно лежал на земле, по-видимому они спали. Всего два молниеносных дракона и кроме того спящие, ухмыльнулся про себя Линлой. В этом месте, скорее всего, продвинуться дальше будет проще всего. Но стоит заметить, что эти два дракона сильно отличаются от тех, что я встречал ранее. Линлой заметил, что эти драконы были гораздо крупнее других. Из-за того, что они лежали, было трудно оценить их размер, но, даже лежа на земле, их высота и длина были на порядок больше, чем у других молниеносных драконов, которые стояли во весь рост. Со стороны эти два зверя чем-то напоминали две небольшие горы. Линлой не снижал своей бдительности, поэтому попытался обойти их настолько далеко, насколько это вообще возможно. Прокладывая свой путь через заросли травы, примерно в 120 метрах от спящих драконов, он издавал лишь легкие свистящие и шрудищие звуки. Линлой не заметил, что из-за звуков его передвижения уши обоих драконов начали слегка подергиваться. При этом их глаза были по-прежнему закрыты. Двигаясь через такую густую траву, конечно нельзя было перемещаться совсем бесшумно. Но Линлой не акцентировал свое внимание на этом шуме. Он заметил, что иногда подобные звуки возникали в результате обычных порывов ветра. Шум от его передвижения был лишь чуть-чуть сильнее шума колыхания травы в результате ветра. Линлой без каких-либо проблем продолжал красться через траву. Свист. Внезапно раздался свист рассекаемого воздуха от быстро двигающегося объекта, который приближался к Линлой. Только благодаря заклинанию сверхзвуковой, он сумел слегка сместить свое местоположение, избежав столкновения. Удар. Длинный, гибкий и прочный, как железный хлыст драконий хвост приземлился в полуметре от места, куда отскочил Линлой. Вокруг области, куда был нанесен удар, земля покрылась множеством больших трещин распространившихся во всех направлениях. Линлой в спешке сконцентрировал всю свою силу в ногах и начал убегать. Я обнаружен, сердце Линлой трепетало. Рычание. Рычание. Оба дракона начали неистово рычать. Два притворявшихся спящими молниеносных дракона поднялись. Каждый из них оказался выстое не меньше четырехэтажного здания. Длина их тел составляла примерно 40 метров, плюс длина хвостов также была не меньше 40 метров. Их размеры могли ужаснуть любого. Насколько же они огромны. Они должны быть элитой среди вида молниеносных драконов. Их уровень должен быть не ниже восьмого ранга. Сердце Линлой дрожало. В этой долине Линлой впервые встретил магических зверей восьмого ранга. Будучи магом седьмого ранга, Линлой был уверен в своих силах против магических зверей седьмого ранга. Но между седьмым и восьмым рангом по силе – настоящая пропасть. В данный момент Линлой не допускал и мысли, чтобы лоб в лоб сразиться с ними. Если проводить параллель со стоимостью магических ядер. Магическое ядро зверя шестого ранга стоило примерно 1000 золотых монет. Но цена за магическое ядро зверя седьмого ранга могла достигать 50 000 золотых монет. Таким образом, разницу в силе между шестым и седьмым рангом можно было легко представить. Все потому, что цена формировалась с учетом сложности добычи того или иного ядра. Что же до магического ядра зверя восьмого ранга? Цена за них могла достигать 500 000 золотых монет. А цена магического ядра зверя девятого ранга порой переваливала за 5 000 000 золотых монет. Эти цифры Линлой узнал из книг библиотеки Академии. Также там говорилось, что магические ядра высокоуровневых зверей выставляются на продажу крайне редко, что еще сильнее накручивает их цену при появлении во время открытых торгов. Рык. Рык. Два молниеносных дракона восьмого ранга переглянулись. В их взгляде читался азарт, ведь они считали, что сейчас их ожидало развлечение в виде охоты. Недолго думая они на большой скорости ринулись преследовать Линлой. Интеллект магических зверей восьмого ранга, безусловно, был не меньше, чем у любого другого среднестатистического человека. Свист. Линлой убегал на максимально возможной для него скорости на восток. С момента, когда он ринулся в бегство, он начал нашептывать слова заклинания полета. Но активация заклинания уровня седьмого ранга, не такая легкая задача, поэтому на него приходилось потратить какое-то время. В этот раз Биби не решился попробовать предпринять что-либо. Да, он мог победить молниеносного дракона седьмого ранга, но молниеносный дракон восьмого ранга. Просто если взять в учет их размер, Биби понимал, что возможно даже не сможет прокусить их защитный слой чешуек. Что уж говорить о том, чтобы достать то плоти. Их огромный размер говорил о том, что они имеют невероятно толстую и прочную чешую. Толщина каждой чешуйки молниеносного дракона восьмого ранга могла достигать полуметра. И даже прокусив ее, дальше можно было наткнуться на закаленный, толстый и прочный слой мышц. Нанести им какую-либо травму было непосильной задачей. Будучи воином четвертого ранга, вкупе с заклинанием сверхзвуковой, Линлой был немного быстрее этих двух молниеносных драконов. По сравнению с ним эти две громадины были неуклюжими и медленным, но каждый их шаг покрывал расстояние, проделываемое Линлой за десять шагов. Но что важнее всего, хвосты драконов восьмого ранга были тверды как стали быстры как молния, гораздо быстрее драконов их подви до седьмого ранга. За один миг они могли преодолевать расстояние в десятки метров. Если взглянуть со стороны, то скорость их хвостов была не меньше скорости передвижения Биби. Под тяжелой поступью этих драконов вся земля вокруг дрожала. Продолжая преследовать Линлой, они изредка перекидывались странными взглядами друг с другом. Свист, Линлой взмыл вверх. Он наконец мог завершить заклинание полет. Кажется, я в безопасности. Линлой быстро поднимался выше. Взглянув на двух драконов внизу, он вздохнул с облегчением. Эти молниеносные драконы восьмого ранга действительно были ужасающими. К тому же, они намеренно притворялись спящими, чтобы заманить меня поближе. Но на самом деле Линлой не знал, что драконы действительно спали и не пытались его заманить в ловушку. Просто эти два молниеносных дракона обладали невероятной чувствительностью ко всему, что происходило вокруг них в траве. Они были на удивление привыкшими к шелесту травы от обычного ветра. И когда частота издаваемого шума и сам звук всего на чуть-чуть повышались и становились громче, они сразу же начинали внимательно изучать округу. Рык. Два молниеносных дракона восьмого ранга наблюдали, как Линлой улетал. Но они не казались разгневанными. Даже наоборот, подняв свои морды к верху, они начали рычать, а звук от этого рева казался почти что счастливым. Линлой смог различить в реве не истовство, но в то же время и удовлетворение. Рык. 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 Внезапно, все пространства над головой Линлой заполнились драконьим ревом. Один рев сменялся другим. Линлой было страшно представить, какое количество магических зверей сейчас находилось над ним. Они надо мной. Линлой замер в воздухе и испуганно начал вглядываться вверх. В клубящемся тумане начали появляться силуэты разных магических зверей. Длина некоторых достигала 70-80 метров, с не меньшим размахом крыльев. В тумане становилось возможным разглядеть все больше и больше фигур драконов. Сейчас Линлой уже мог примерно прикинуть, сколько их там было. Сейчас я вижу не меньше 20. Линлой чувствовал, словно ему стало тяжело дышать. Один дракон за другим спускались с небес. Их огненного цвета чешуя внушала благоговение и страх. Могло показаться, что их тела покрывал слой легкого пламени. Огненные драконы. Линлой осознал, что ситуация только что из опасной превратилась в катастрофическую. Огненные драконы по силе были зверями драконьего типа среднего класса. В основном, сила огненных драконов была на уровне 8-го ранга, в то время как элитные особи находились на 9-м ранге. Два магических зверя 8-го ранга доставили мне столько неприятностей. Что же мне делать с 10-ю и больше, которые к тому же еще умеют летать? Линлой почувствовал себя очень несчастным. И именно в этот момент, рык, рев, начал раздаваться рев еще с одного направления. После чего, один летающий зверь за другим начали появляться в том направлении. Но эти огромные летающие звери были покрыты чешуей темно-зеленого цвета, похожего на яшму. Численность драконов зеленого цвета была не меньшей, чем численность огненных драконов. Два молниеносных дракона 8-го ранга, что были внизу, начали издавать радостные рыки предвкушения. Теперь я понимаю, почему когда я забрел сюда, то увидел только двоих молниеносных драконов 8-го ранга и больше никого. Линлой чувствовал себя несчастным. Скорее всего в этой области могут выжить только магические звери 8-го ранга или выше. Магические звери 7-го ранга просто не осмеливались сюда войти. Эти огненные драконы и изумрудные драконы были видом драконьего типа уровня 8-го ранга и выше. Наверняка эти два молниеносных дракона раньше просто игрались со мной. Но когда они увидели, что я собираюсь улететь, они издали рев, который оповестил остальных зверей проживающих в этой области. Сейчас уже больше 100 массивных огромных драконов парили в небе над его головой. Только теперь Линлой понял, в какой ситуации оказался. И теперь путь побега через небо был перекрыт. Босс, что мы будем делать? Раздался жалостливый голос Биби в голове Линлой. Том 4. Глава 17. Мрачная глубина. Подняв голову Линлой увидел сотни парящих в небе драконов. Ослепляющий огонь, казалось, окружал огненных драконов, в то время как от изумрудных драконов исходила морозная аура. Объединение противоположностей. Мороз и пламя. Находящиеся ниже Линлой два огромных молниеносных дракона с забавой наблюдали за ним. Сейчас Линлой парил на высоте 70-80 метров над землей и, по их мнению, не мог сбежать. Парящие над Линлой драконы тоже с забавой и предвкушением смотрели на него. Интеллект этих магических зверей восьмого ранга невероятно велик. Линлой понимал, что для них он был не больше, чем муравей для человека. Его противники не беспокоились по поводу того, выживет ли он или умрет, лишь бы только он смог их хоть немного развлечь. Игра. Это было похоже на то, как люди с азартом наблюдали за потугами и возней муравьев. Но когда они им надоедали, люди могли их в любой момент раздавить. Бебе, я не хочу быть муравьем. Линлой кинул взгляд на Бебе. Приготовься бежать. Свист. Линлой ринулся к земле, ускоряя скорость своего падения при помощи заклинания, но перед столкновением он невероятно резко затормозил. Такой трюк оказался достаточно болезненным. Проделав его, Линлой откашлялся кровью, после чего попытался встать. Повезло, что я не только маг, но и воин четвертого ранга, и мое тело теперь способно пережить такие перегрузки. В данный момент позади него стояли два огромных молниеносных дракона, а выше парили более ста других. У Линлой не было времени думать о чем-либо еще. Он немедленно побежал к пустой пустоши впереди. Рев. Два молниеносных дракона издали рев. 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 Более ста драконов полетели вниз. Огненные драконы и изумрудные драконы ревели, а два гигантских молниеносных дракона начали преследовать Линлой, заставляя землю неистово дрожать. Сотни драконов, летевших сверху, были настолько огромны, что своими телами могли затмить солнце. Один дракон уже был огромен, что уж говорить оста. Они полностью закрывали все небо своими телами. Открыв свои пасти десятки драконов начали изрыгать гигантские шары пламени, летящие в Линлой. Взрыв. 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 Один гигантский огненный шар за другим, каждый из которых был размером с Линлой или даже больше, начал сталкиваться с землей. Огненные шары, созданные из огня драконов, не походили на обычные шары пламени. Они содержали в себе магическую силу сущности и элементов, так же как и обычное дыхание дракона. Их температура была настолько высока, что даже чешуя молниеносных дракона седьмого ранга наверняка расколется под действием такой температуры. Взрыв. Особенно большой огненный шар пронесся мимо Линлой. Бегущий Линлой почувствовал запах горящих волос. Босс, твои волосы сожжены, голос Биби прозвучал в уме Линлой. Линлой понимал, что его волосы непосредственно не соприкоснулись с огненным шаром. Но несмотря на это температура вокруг них была слишком высокой. Даже без непосредственного контакта все вокруг практически воспламенялось. Лишь упав около него, температура шара была достаточно высокой, чтобы его волосы были вмиг сожжены. Как проворная обезьяна, Линлой начал петлять, постоянно избегая тех огненных шаров. Было очевидно, что огненные драконы не хотели сразу убивать его. Сейчас они только забавлялись, используя огненные шары, чтобы подольше поиграться с Линлой. Разница в силе слишком большая. Даже при том, что я маг двойного элемента седьмого ранга, столкнувшись с магическим зверем восьмого ранга, я определенно умру. Линлой мог легко ощутить, насколько ужасающе горячими были эти огненные шары, и при этом огненные драконы могли небрежно использовать их один за другим. К счастью, огненные драконы не пытались побыстрее убить его. Внезапно, Линлой почувствовал холодную ауру. Его тело, которое только начало приспосабливаться к высокой температуре вокруг, быстро сковало холодом. Свист. Полупрозрачная зеленоватого оттенка копье приземлилась возле Линлой. Затем оно взорвалось, выпуская ужасную холодную ауру, которая вынудила Линлой уклоняться. Находящиеся в небе десятки изумрудных драконов тоже открыли свои огромные пасти и начали выстреливать ледяными копьями. Для огромных изумрудных драконов эти снаряды по размеру были лишь небольшими стрелами, но Линлой они казались огромными ледяными копьями. Из-за огненных шаров и ледяных копий, льющихся с небес словно дождь, Линлой приходилось использовать все свое остроумие и смекалку, чтобы постоянно прятаться и уклоняться во всех направлениях. Это очень сильно утомляло. Линлой начал ощущать моральную усталость. Его ментальная энергия была на грани истощения. В течение короткого периода времени такой уровень энергетических затрат был вполне приемлемым, но не в длительной борьбе на истощение. Сейчас он определенно испытывал затруднения из-за ментального истощения. Линлой также приходилось расходовать непомерные запасы физической энергии для бега и уклонений на длинной дистанции. Взрыв. Огненный шар слегка зацепил левое плечо Линлой. С громким треском жадеитовая броня Линлой начала разрушаться. В тот же миг сущность элемента земли начала циркулировать и собираться вокруг, пытаясь восстановить разрушившуюся часть. Сила удара ужасающа. Если я приму прямой удар, то моей жадеитовой брони хватит лишь на одно столкновение. Оказавшись в ситуации на грани жизни и смерти, пробудился скрытый потенциал Линлой и в тот же миг его скорость и реакция увеличились еще сильней. Даже сам Линлой был удивлен. В данный момент Линлой находился на пике своих возможностей. Но, к сожалению, какие могут быть шансы на успех, когда убегаешь от боли и чем ста драконов? Рев. Рев. Сотня огненных драконов и изумрудных драконы с любопытством и весельем наблюдали за потугами Линлой. Им было очень интересно, сколько этот человек сможет еще продержаться. Даже два молниеносных дракона, преследующие его по земле, иногда выстреливали своими хвостами в сторону Линлой, чтобы подгонять его. В этот момент Линлой походил на муравья, муравья с которым играет группа гигантов. Если он допустит хоть одну малейшую ошибку, то сразу умрет. Этих драконов не волновало выживет он или умрет. Их волновало только одно, сколько времени это маленькое человеческое существо будет в состоянии продержаться. Пять минут. Линлой удалось выжить в течение пяти минут, пока они играли с ним. Пять минут, то есть 300 секунд. Это было коротким промежутком времени, но для Линлой каждая секунда длилась словно вечность. Эти уки. Если бы я не реагировал достаточно быстро, я был бы в момент убитыми. А убив меня, они сразу уйдут и в тот же миг забудут. Линлой очень хорошо понимал, что для них он был ничем иным, как небольшим развлечением. Что касается Биби, он мог передвигаться с большей скоростью, чем те гигантские драконы. Окажись он в такой ситуации один, Биби определенно смог бы сбежать. Прямо сейчас Биби вцепился в плечо Линлой и предупреждал об опасности со спины. Босс осторожно. Три огненных шара. Предупредил Биби. Выражение лица Линлой изменилось. Взрыв. Огненный шар нанес удар по спине Линлой, после чего защищающая его броня взорвалась. Потеряв свой цвет, броня практически исчезла. Ша-ша-ша-ша. Остатки волос Линлой были в мгновение ока сожжены, а кожа на его лицо из-за высокой температуры обгорела. Без защиты в виде жадеитовой брони, если Линлой получит хотя бы еще один удар, будет уже не важно, огненный шар или ледяное копье, он определенно умрет. Я долго не протяну. Линлой мог чувствовать, что все мышцы его тела дрожали и даже его голова словно раскалывалась. Линлой понимал, что он уже достиг своего предела. Продолжи он в таком темпе еще хоть немного, он на ходу просто потеряет сознание. Линлой впереди на расстоянии 120 метров есть холм 20 метров высотой. На вершине него есть расщелина в виде глубокого туннеля. Там должно быть достаточно места, чтобы спрятаться. Поспеши и беги туда. Это последний шанс спасти твою жизнь, прозвучал голос Деринга Кауэрта. Во время преследования драконами, Деринг Кауэрт дал Линлой последний лучик надежды. Невероятно, но Линлой еще сильнее удалось увеличить свою скорость. Надежда на выживание сотворила чудо. Огненные и изумрудные драконы с удивлением посмотрели на Линлой. Хэм, когда они поняли, куда бежал Линлой, драконы, что раньше просто развлекались, разразились яростью. Словно в унисон вся сотня начала изрыгать мощные потоки пламени и льда в сторону Линлой. Ах, на невероятной скорости, что развил Линлой, ему понадобилось приблизительно 2-3 секунды, чтобы достичь холма. Но в тот же момент огненные шары и ледяные копья почти настигли его. Нашел вход. Как только Линлой увидел вход в пещеру, примерно в 2 метра шириной, он без колебаний прыгнул внутрь. Но прежде чем он смог прыгнуть, несколько огненных шаров и ледяных копий оказались в опасной близости от его спины. Виск. Биби внезапно увеличил размеры своего тела и принял удар от ближайшего огненного шара. Благодаря этому Линлой смог спрыгнуть внутрь расщелины. Но в свою очередь Биби был практически похоронен под лавиной огненных шаров и ледяных копий. Уф. Линлой камнем упал вниз. Оказавшись на глубине примерно 70 или 80 метров, он в тот же момент столкнулся с землей. Это место было очень мрачным и темным. Оно освещалось лишь дневным светом, проникающим из расщелины пещеры. Но у Линлой было очень хорошее зрение, и этого тусклого света для него было более чем достаточно, чтобы видеть все вокруг. И прямо сейчас волосы Линлой были целиком сожжены, а лицо представляло из себя сплошной валдырь от ожога. Его лицо было изуродовано и сильно травмировано. Но в данный момент Линлой это совсем не заботило. Единственным, по поводу чего он волновался, был Биби. Бух. Черный комок упал рядом с Линлой. Да, это было круто. Сначала холодно, потом жарко. Прозвучал голос Биби в голове Линлой. Линлой радостно обнял Биби. Биби, ты в порядке? Мордочка Биби была чрезвычайно грязной, но он по-прежнему радостно морщил свой нос. Разумеется, я, Биби, стал намного сильнее себя прошлого. Даже если бы мне пришлось сражаться со зверем восьмого ранга, я бы не испугался. Что мне может сделать какой-то огненный шар? Линлой лучезарно улыбался. Когда он убедился, что Биби жив и здоров, с его души будто упал камень. Тогда почему же ты не остался и не сразился с теми драконами снаружи? Передразнил его Линлой. Биби несчастно произнес. Хоть я их и не боюсь, но их броня слишком толстая, а размер моего тела слишком маленький, как и моя пасть. Я просто-напросто не смогу прокусить их защиту из чешек. Мне будет слишком трудно навредить им, но им мне тоже. Линлой начал хохотать. Босс, твое лицо, твое лицо изуродовано. Потрогав свои оголившиеся лицевые мышцы, Линлой почувствовал пламенную боль. У него не было никакого выбора, кроме как подшутить над собой. Биби, хотя я тренировал свою физическую силу, независимо от того, насколько я становился сильнее, я не могу укрепить свои лицевые мышцы. Мои защитные способности не были на достаточно высоком уровне. Ах, Биби, позволь мне немного отдохнуть, я так устал. Линлой отпустил Биби из своих объятий и лег на землю. Линлой полностью исчерпал все свои силы, как физические, так и ментальные. Все, чего он сейчас желал, это просто немного отдохнуть. В небе над долиной сотни драконов с тревогой в глазах уставились на холм. Рык. Внезапно заревел особенно большой огненный дракон из группы. Летающие драконы всех типов и два молниеносных дракона, что были на земле, отступили. Только тот огненный дракон, который зарычал ранее, остался, уставившись на холм со смесью страха и тревоги в глазах. Ранее вход в эту пещеру был достаточно большим даже для драконов. Но в давние времена был отдан приказ завалить проход внутрь, в результате чего остался лишь маленький туннель, а зона обитания внутри стала запретной. Сейчас тем огромным драконам протиснуться в эту щель было просто-напросто невозможно. Но для маленького Ленла это не представляло сложности. Войдя в эту запрещенную область человек несомненно умрет, подумал про себя большой огненный дракон, после чего улетел прочь. Запрещенная область называлась Туманной долиной. Даже огненные и изумрудные драконы не осмеливались входить туда, что уж говорить о людях. Никто и ничто, что вошло сюда, живым уже не выйдет. Это было железным правилом Туманной долины, том 4, глава 18. Бронированный шипастый дракон в пещере под землей Ленлай какое-то время отдыхал. Почувствовав, что он восстановил свои силы, он встал. Ситуация, в которой Ленлай недавно оказался, когда его атаковали не меньше ста драконов, была наиопаснейшей за всю прожитую им жизнь. Практически каждую секунду он находился под чудовищным давлением. Умудрившись все-таки спастись, Ленлай наконец мог передохнуть. В глубине души он чувствовал, как в нем все сильнее разгорается желание стать сильнее. Убегая от этой своры драконов, для них он был лишь забавой, временной игрушкой. Он ничего не мог поделать с этим. Босс, кажется, выход наружу нам заказан. Единственный вариант, что у нас есть, это продолжить идти вниз. Вот, смотри, там есть довольно широкий проход. Биби мысленно обращался к Ленлай, в то же время запрыгивая на его плечо. В стороне от Ленлай находился очень широкий извилистый туннель, несколько десятков метров в ширину и почти 10 метров в высоту. Туннель был извилистым, но можно было точно сказать, что он распространялся на восток. Немного молча поразмышляв, Ленлай с Биби все же решили отправиться туда, в эту непроглядную, мрачную тьму. Чем дальше они углублялись, двигаясь по туннелю, тем темнее становилось вокруг. Через какое-то время Ленлай уже с трудом мог разглядеть свои руки. Он не мог видеть, куда идет, поэтому прижавшись к одной из стен Ленлай на ощупь продолжал двигаться вглубь. Босс, где мы черт возьми? Почему в этом туннеле настолько холодно? Спросил Биби Ленлай. Ленлай покачал головой. Снаружи нас наверняка поджидают более сотни драконов, попытаться убежать от них сродни самоубийству. Они не оставили нам выбора, нам придется проложить себе дорогу через туннель. Ленлай не знал, куда ведет этот скалистый туннель и ему пришлось понадеяться на удачу, продолжив свой путь в его глубины. Биби пребывал в максимальной боевой готовности, проверяя все вокруг из-за страха, что в любой момент на них может выскочить неизвестный магический зверь. Кажется, впереди я вижу свет. Сквозь непроглядный мрак Ленлай увидел тусклое свечение. Он бессознательно ускорил свой темп, направившись к нему. Вскоре Ленлай обнаружил, что тусклое красного оттенка свечения исходит от выхода из пещеры. Внезапно. Ха-ха, Сартеус Адиеси, не слишком ли ты высокомерен? За то, что ты сотворил со мной 300 лет назад, сегодня я отплачу тебе в стократном размере. Словно раскат грома, раздался чрезвычайно глубокий и могучий голос. Он исходил из места, где находился выход из пещеры, которую Ленлай заметил ранее. Ленлай остолбенел. Неужели человек, неважно, с человеком будет намного проще найти общий язык, нежели с магическим зверем? Да и пути у меня другого просто нет. Но голос этого человека пугающе громкий, подумал Ленлай. Подойдя на расстояние 20 метров от выхода из пещеры, краем глаза он уже мог рассмотреть, что происходило внутри. Это был конец туннеля. Дальше раскинулось просторное пещерное образование. Оно было довольно просторным, шириной примерно 2 километра во всех направлениях, а высота не ниже 20 метров. Но Ленлай был шокирован не этим. Ленлай мог точно сказать, что внутри находился огромный черный медведь, который парил в воздухе, примерно на высоте 10 метров от земли. Глядя на его черных мех, казалось, что он был сделан из стали. Из-под шерсти медведя виднелось бесчисленное множество татуировок фиолетового цвета, что придавало ему еще более зловещий вид. Этот черный парящий в воздухе медведь и оказался тем человеком, которого услышал Ленлай. Это это. Ленлай словно не мог дышать. Его словно поразила молния. Святой уровень. Магический зверь святого уровня. Ленлай мгновенно пришел к такому выводу. Когда магический зверь достигает святого уровня, у него появляется возможность летать, даже если до этого он не мог этого делать. Еще одной их особенностью было то, что они могли говорить на человеческом языке. И эти две способности были характерны только для зверей святого уровня. Магические звери святого уровня были невероятно сильными и могущественными существами. Если проводить параллель с силами человека, то воители святого уровня, как правило, не были способны убить магического зверя святого уровня. Только сильнейшие из сильнейших могли убить магического зверя святого уровня. Магические звери святого уровня также были способны манипулировать размерами своих физических тел и их формой, уменьшаясь от стометровых размеров до размеров маленькой змейки. Хотя естественно они не могли принимать форму человека. Пожалуй, только магический зверь, который достиг божественного уровня, мог по своему желанию принимать человеческую форму. Магический зверь святого уровня. Я и правда наткнулся на магического зверя святого уровня. Сейчас Ленлай не смел даже дышать. Он внимательно наблюдал за входом в пещеру. Это фиолетовый татуированный медведь. Фиолетовые татуированные медведи являются магическими зверями девятого ранга. Фиолетовые татуированные медведи считались очень могущественной расой магических зверей. Естественно, в особо редких случаях они был способны достичь святого уровня. Но фиолетовый татуированный медведь, что передо мной, слеп на один глаз, Ленлай вдруг заметил ужасную травму, которая была в месте, где должен был быть левый глаз у этого медведя. Ленлай пришел к единственному логичному выводу, что медведь был наполовину слеп. Сартеус, все эти годы, я ждал, ждал своего шанса, чтобы отомстить. Ха-ха, ты что, хочешь захватить это место для своих тренировок? Хотя плотность сущности элементов здесь в сто раз выше, чем на поверхности, но я первым нашел это место и уже прорвался на святой уровень. Ха-ха. Фиолетовый татуированный медведь был чрезвычайно разгорячен. Где этот Сартеус, с которым он продолжает общаться? Ленлай украдкой отступил и подошел к другой стене тоннеля, ведущего к выходу из пещеры. И в самом деле, с этого ракурса он мог увидеть другого магического зверя. Зверя, заставившего сердце Ленлай в очередной раз содрогнуться. Этот магический зверь был 10 метров в длину и 3 метра высотой. Все его тела густо покрывали черные, как смоль чешуйки. Каждая из чешуек, размером с ладонь взрослого мужчины, была расположена таким образом, что если присмотреться, можно было рассмотреть определенный узор. Этот непонятный узор, который покрывал все тела магического зверя, по какой-то причине вселял страх в сердца тех, кто видел его. По всей длине позвоночника от хвоста до самой шеи было множество 30-сантиметровых острых, как бритва шипов. Но больше всего ужаса вселяли его глаза, они были темно золотого цвета. Взглянув в них возникало ощущение, что все тело начинает сковывать лед. Бронированный шипастый дракон, самый опасный вид драконов 9 ранга, сердце Ленлай ушло в пятки. Сейчас в его голове мелькала вся информация, что он когда-либо запомнил об этом виде драконов. Бронированный шипастый дракон, магический зверь 9 ранга, типа природного элемента тьмы. Среди зверей вида драконов того же ранга, его физическое тело довольно мало. Однако бронированный шипастый дракон обладает наиболее прочной защитой, высокой скоростью и ловкостью, а также чрезвычайно острыми когтями, давая ему невероятный наступательный потенциал. Без сомнения, среди магических зверей вида драконов того же ранга, бронированный шипастый дракон будет одним из самых сильных и могущественных существ. Это и правда бронированный шипастый дракон. Только сейчас Ленлай окончательно смог все осознать. Фиолетовый татуированный медведь также невероятно опасный зверь. Он не только обладает огромной силой, присущей всем медведям, а особенно его под виду, но и невероятно ловок. Среди магических зверей девятого ранга было немного тех, которые могли себя считать сильнее, чем фиолетовый татуированный медведь. Но бронированный шипастый дракон безусловно был в их числе. Бронированный шипастый дракон обратил свой ледяной взгляд на Ленлай. Ленлай почувствовал, словно начался зимний сезон времени года и будто в самую холодную ночь этого времени года на него вылили целое ведро холодной воды. Страх, который Ленлай сейчас ощутил, был в разы больше того, который ему пришлось пережить, когда он был ребенком. Ведь в то время в городе Вушан ему пришлось пережить встречу с черным драконом девятого ранга. Хотя бронированный шипастый дракон заметил Ленлай, он не обратил на него особо много внимания. В данный момент у этого дракона была иная проблема. Сейчас перед ним был грозный соперник, фиолетовый татуированный медведь. Хотя среди магических зверей девятого ранга бронированный шипастый дракон был одним из сильнейших, когда ему приходилось иметь дело с магическим зверем святого уровня. Рык. Бронированный шипастый дракон испустил громыхающий рык. Сартеус, ты заявляешь, что я всего лишь новоиспеченный зверь святого уровня, что ты не боишься меня. Ха-ха, ты прав. Я только недавно прорвался на святой уровень, и как только я прорвался на него, я начал грезить местью тебе. Ха, даже если я только недавно стал зверем святого уровня, сейчас ты мне уже не ровня. Фиолетовый татуированный медведь святого уровня источал уверенность на своем лице. Бронированный шипастый дракон. Ты на самом деле принадлежишь к виду драконов, которые прогрессируют крайне медленно. Ты пробыл в этом месте так долго и даже используя все преимущества, которые оно предоставляет, в виде плотности природных сущностей элементов, превышающих в сто раз концентрацию их на поверхности, ты по-прежнему находишься на пике девятого ранга и не можешь прорваться на следующий уровень. Но сегодня я покажу тебе, насколько могущественен святой уровень. Аура медведя стала резко увеличиваться в силе. Хотя фиолетовый татуированный медведь говорил, что бой будет в одни ворота, он очень хорошо понимал, насколько могущественен на самом деле бронированный шипастый дракон. Природа наделила бронированного шипастого дракона невероятно прочной защитой. Более того, Сартеус был на пике девятого ранга, ему оставался лишь шаг до святого уровня. Только с точки зрения обороны, Сартеус может уже сейчас конкурировать со многими драконами святого ранга другими подвидами. Его защита была на высоте, а атакующие способности не уступали ей. Двойные когти бронированного шипастого дракона были несравненно острые. Тем не менее, я все же достиг святого уровня. Фиолетовый татуированный медведь был весьма уверен в себе. Достигая святого уровня, одним из приобретаемых преимуществ была способность летать, а вторым, способность распространять духовную сущность за пределы своего тела, тем самым заполнив им все пространства вокруг. Подавляющее большинство магических зверей во время сражений с противниками полагались только на свое зрение. Но звери, достигшие святого уровня, распространяют свою духовную сущность в пространстве вокруг них, чтобы ощущать все, что происходит рядом и не упускать ни малейшего движения мышц противника. В бою такая способность дает большое преимущество. И не стоит забывать, что по достижению святого уровня все способности, как к защите, так и к атаке, также увеличивают свою силу. Затаив дыхание, Линлей продолжал смотреть через входное отверстие в пещеру, как два могущественных магических зверя смотрели и оценивали друг друга. Бронированный шипастый дракон на пике девятого ранга против фиолетового татуированного медведя святого уровня. Линлей чувствовал, как его кровь закипает. По какой-то причине, когда Линлей встретился с ледяным взглядом бронированного шипастого дракона, он был напуган больше, чем при первой встрече с медведем. Кажется, началось, глаза Линлей блеснули. Медведь приземлился на землю и в то же время начал яростно реветь. Все мышцы его тела стали набухать, параллельно можно было услышать странный треск. После того, как он утих, медведь увеличился в размерах с 10 метров до 12. Причем в основном увеличилось только ноги, в то время как остальные части тела претерпели изменения лишь в незначительной степени. Умри, Сартеус. С могучим рыком фиолетовый татуированный медведь ринулся к Сартеусу, превратившись от огромной скорости в размытое пятно. Через миг он уже был рядом с бронированным шипастым драконом. Дракон же все это время находился в максимальной боевой готовности и когда медведь приблизился к нему, он яростно ударил своим хвостом об землю, отталкиваясь от нее, в результате чего его тело стрелой взмыло вверх и в сторону. Гигантская лапа медведя с грохотом врезалась в землю, где еще миг назад был бронированный шипастый дракон. Бам! Линлей почувствовал, как по земле пошли волны вибраций, а в месте, где был нанесен удар лапой медведя, образовался кратер радиусом до трех метров и глубиной до полуметра, превратив камни и землю под его лапой в пыль. За пределами же этой области скалистая поверхность пещеры покрылась многочисленными трещинами, которые как паутина распространились во все стороны. Невероятно! Сердце Линлей трепетало, а кровь начинала вскипать. Фиолетовый татуированный медведь обернулся, сосредоточив свой причудливый, единственный оставшийся у него красный глаз на бронированном шипастом драконе. Дракон же просто уставился на своего противника своими холодным темно-золотистыми как лед глазами, не проявляя ни одного намека на активные действия. Сартиус, ты боишься? Рассмеялся фиолетовый татуированный медведь, после чего от него начало веять слабым оттенком темной ауры. Свист, совершив сильный удар о землю своей ногой, будто камень запущенный катапультой, медведь запустил себя в воздух. По причудливой дугообразной траектории он летел в сторону дракона. Бронированный шипастый дракон взглянул своими леденящими душу и тело глазами на приближающегося к нему фиолетового татуированного медведя. И в следующий миг его гибкий и упругий хвост словно кнут пришел в движение. Свист, раздался невероятно громкий и острый звук рассекающегося воздуха, такой, что Ленлай невольно схватился за свои уши, чтобы прикрыть их. Хвост этого дракона гораздо сильнее и быстрее, чем у молниеносных драконов. Бьюсь об заклад, что даже Бебе, не то что я, не сможет выжить после столкновения с ним, подумал Ленлай. В этот момент глаза Бебе округлились от удивления словно луна. Левая лапа медведя, которая была окутана странной темной аурой, попыталась схватиться за летящий к нему хвост дракона. Лапа фиолетового татуированного медведя святого уровня была невероятно сильной, как с точки зрения атаки, так и крепкой с точки зрения защиты. Глухой звук. Хвост дракона непосредственно столкнулся с огромной лапой медведя, в результате чего по пещере распространился глухой голкий звук. Гигантская левая лапа медведя и хвост дракона отскочили друг от друга. Но в тот момент, когда левая лапа медведя столкнулась с хвостом дракона, его правая лапа потянулась к телу самого дракона. Бронированный шипастый дракон не пытался увернуться, вместо этого он наклонил свое тело так, чтобы лапа медведя столкнулась с его шипами на спине. Эти бронированный шипастый дракон и фиолетовый татуированный медведь были давними врагами. Естественно, медведь знал повадки и тактику ведения боя этого дракона. Не только бронированный шипастый дракон обладал чрезвычайно высокой обороноспособностью, тело фиолетового татуированного медведя сейчас тоже было невероятно закалено. Если медведь сейчас нанесет свой удар сверху вниз, то дракон сможет равномерно распределить нанесенный ущерб по всему телу. Это равносильно тому, что почти вовсе не получить ущерба. Сартиус Я больше не тот магический зверь девятого ранга, которым был раньше. Злоба и жестокость застыли в глазах фиолетового татуированного медведя святого уровня. Вдруг, холодная черная аура, что покрывала лапу медведя, увеличила вдвое свою концентрацию и объем. После чего скорость с которой двигалась лапа также невероятно возросла. И уже через миг тяжелый и яростный удар лапы медведя приземлился на покрытую шипами спину бронированного шипастого дракона. Взрыв Тело дракона словно впечаталось в скалистую породу поверхности пещеры. В радиусе 100 метров от эпицентра столкновения по всей земли распространилось бесчисленное множество трещин. И чем ближе к эпицентру, тем расколы и трещины были шире и глубже. В густом ряду шипов на позвоночнике, куда был нанесен удар, можно было заметить, что один из огромных шипов от удара был полностью разрушен и стерт в порошок. А из пасти на землю был выплюнут большой сгусток свежей драконьей крови. Том 4 Глава 19 Безжалостность Какая трата? Это же кровь дракона на пике девятого ранга. Увидев перед собой лужу крови, Линлой невольно подумал про себя. Согласно секретным учениям воинов драконей крови, кровь изжил дракона святого уровня определенно сможет пробудить его драконью кровь. Несмотря даже на то, что кровь дракона девятого ранга будет иметь чуть меньшие шансы на успех. Этот бронированный шипастый дракон является драконом, находящимся на пике девятого ранга и он всего в одном шаге от святого уровня. Более того, его подвид, бронированный шипастый дракон считается одним из самых могущественных и сильных драконов. Сталкиваясь с любым другим видом драконов того же ранга, бронированный шипастый дракон наверняка выйдет победителем из схватки. Этот дракон, во-первых, достиг максимума в рамках девятого ранга и он всего в шаге от достижения святого уровня, и во-вторых он является чрезвычайно могущественным видом среди всех драконов. Эффект от его крови не должен быть намного хуже, чем от крови обычного дракона святого уровня. К сожалению, я не вижу способа получить эту кровь. Линлэй не мог решиться войти внутрь пещеры, ведь если его заденет любой случайный удар, это мгновенная смерть. Босс, кажется этот дракон погибнет, верно? Судя по тому, что я вижу, он не в силах справиться с этим большим глупым медведем, ментально обратился Бибик Линлэй. Линлэй не издал ни звука, он просто внимательно наблюдал за происходящим сражением внутри пещеры. Ха-ха. Фиолетовый татуированный медведь святого уровня издал возбужденный смех, в то же самое время нанося своей черной мохнатой лапой сжатой в кулак сокрушительный удар. В этом ударе содержалась сила равная 15 тоннам, которая в итоге обрушилась в место, где находился бронированный шипастый дракон. Пока дракон был ослаблен, медведь решил нанести смертельный удар. Взрыв. Гигантский кулак медведя обрушился на каменную поверхность пещеры, в результате чего вся пещера пришла в движение. Ха-ха. Единственный оставшийся красный глаз медведя сверкнул красным светом. За секунду до удара бронированный шипастый дракон зарылся в землю, снизив нанесенный урон от попадания. Сейчас он словно крот передвигался со скоростью молнии под землей. Везде, где под землей двигался бронированный шипастый дракон, на поверхности каменистая порода дрожала и трескалась. Фиолетовый татуированный медведь наносил удары в места образования трещин, но мог лишь слегка задеть хвост дракона, который тут же зарывался еще глубже под землю. Ха-ха. Сортиус. Ты что и правда собираешься спрятаться от меня под землей и переждать? Фиолетовый татуированный медведь смеялся, смотря на вибрации земли. Он понимал, что когда дракон ушел под землю, несмотря на свой святой уровень бороться там с ним на равных он не сможет. Благодаря юркому, шипастому телу и его острым как бритва когтям, дракон чувствовал себя под землей как рыба в воде. Поэтому если бронированный шипастый дракон действительно решит остаться в подполье и не показываться, то фиолетовый татуированный медведь не сможет его победить. Тем не менее, фиолетовый татуированный медведь верил, что гордость Сортиуса не позволит ему зарыться в земле и переждать угрозу, не выходя на бой. Ведь Сортиус – бронированный шипастый дракон. Все вокруг мне всегда говорили, что бронированные шипастые драконы невероятно высокомерные и гордые, не способные не ответить на унижение. Даже находясь в ситуации, будучи на грани гибели, ваш вид не сдается и сражается до конца. Хотя теперь, судя по тому, что я вижу, это было лишь бахвальной сказкой. «Сортиус, ты просто трус!» – заорал фиолетовый татуированный медведь громким басистым голосом. В данный момент медведь всеми силами пытался спровоцировать своего противника. Затаившись в проходе туннеля, Линлей спокойно наблюдал за развернувшимся спектаклем. Драконы, как правило, невероятно высокомерные и тщеславные. А под вид бронированных шипастых драконов можно назвать королями этой черты характера, прозвучал голос Деринга Кауарта в голове Линлей. «Дедушка Деринг, почему бы вам не появиться?» Задав этот вопрос, Линлей рассмеялся про себя. Сейчас в его голове была каша. Аура Деринга Кауарта может быть с легкостью обнаружена воителями святого уровня, а фиолетовый татуированный медведь безусловно является им. Я не могу показаться. Сейчас в их глазах, ты все равно что муравей. Безусловно, они уже давно обнаружили тебя, но ни капли не обеспокоены твоим присутствием. Но если покажусь я, после того, как они почувствуют мою ауру святого уровня, ты окажешься в беде?» Деринга Кауарт мысленно обратился к Линлей, оставаясь внутри кольца извивающегося дракона. Линлей слегка кивнул, но его взгляд был прикован к происходящему в пещере. Медведь сейчас пытался задеть дракона изощренными насмешками и сарказмом. Но было ощущение, что они не производили нужного эффекта, ведь от дракона не исходили ни капли активности. Он смеется, наблюдая за происходящим. Линлей заметил, что на морде медведя виднелась улыбка, но он не мог понять ее смысла. Свист. Вдруг из-под земли на огромной скорости вырвался хвост дракона. Внешне он чем-то походил на бур или сверло, так как был сильно скручен вокруг своей оси. Хвост дракона направлялся к телу фиолетового татуированного медведя. Казалось, что из-за скорости на этот выпад среагировать были попросту невозможно. Хлоп. Медведь словно предвидел этот выпад, потому что в ту же секунду, как показался хвост, он сгруппировался и отпрыгнул немного в сторону. Затем ни капли ни медля своей большой мохнатой лапой он ухватился за хвост дракона. Ха-ха. Фиолетовый татуированный медведь святого уровня начал неконтролируемо смеяться. Его лапы крепко сжимали хвост дракона и уже через миг он насильно одним рывком выдернул бронированного шипастого дракона из-под земли. После чего он сразу начал раскручивать его вокруг своей оси, параллельно сталкивая его огромное, массивное тело с каменистой породой земли пещеры. Бам! Словно танцовщица с кнутом или лентой, фиолетовый татуированный медведь, держа дракона за хвост, размахивал им по воздуху, непрерывно сталкивая с поверхностью пещеры. Бам! 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 Со стороны из-за скорости движения дракона его тело выглядело большим расплывчатым черным пятном. За время равное одному вдоху, медведь успевал более 100 раз ударить дракона о землю. Видя с какой скоростью тело дракона сталкивалось с каменистой поверхностью, сердце Линлей дрожало. Он что, до сих пор не умер? Взволнованно, Линлей задал вопрос сам себе. Ха-ха, Сартеус, это за твое высокомерие, и за то, что отнял у меня мой глаз. Ха-ха, фиолетовый татуированный медведь продолжал неистово смеяться, а его двухметровые лапы продолжали впечатывать дракона в скалистую породу пола пещеры. По всей поверхности пещеры стало появляться все больше и больше огромных трехметровых или даже более в глубину трещин. Из-за тряски от потолка пещеры начали откалываться небольшие булыжники скалистых пород. Но для фиолетового татуированного медведя святого уровня они не были помехой. Он даже не отвлекался и не уклонялся от падающих на него глыб. Я надеюсь, что он не обрушит здесь все вокруг. Небольшие камушки начало падать даже в далеком проходе, где находился Линлей. Про себя он всячески обругал медведя, но в то же время Линлей начал нашептывать заклинания защиты земли, после чего все его тело было покрыто жадеитовой броней. Теперь тело Линлей было в большей безопасности. Рык. Рык. Один рев за другим вырывался из пасти дракона. В них читались лишь злоба и боль. Разумеется, если исходить из защитных способностей дракона, столкновение с каменной породой пола пещеры не должно было нанести ему большого вреда. Но учитывая с какой скоростью ему сейчас наносили удар за ударом и с какой скоростью его тело сталкивалось со скалистой породой пола пещеры, это уже было другим делом. Магические звери вида медведь уже при рождении наделялись природой огромной физической силой. Что уж говорить о фиолетовом татуированном медведе святого уровня, его сила умопомрачительна. Сейчас, полагаясь лишь на силу запястья, этот медведь с поразительной скоростью раз за разом впечатывал дракона в землю. Столкновения такого рода были довольно ужасающи. Извиваясь, бронированный шипастый дракон при каждом столкновении пытался сгруппироваться, чтобы распределить наносимый ему урон по всему телу и даже какую-то часть, и вовсе рассеять, но. Кровь дракона, кровь дракона уже везде, Линлай мог увидеть пятна крови, практически повсюду внутри пещеры. Но наносимый физический урон для дракона был не основной проблемой. Хуже всего, что из-за головокружения он уже терялся в пространстве. Сартиус, ты идиот. Ты думал, что устроив мне засаду из-под земли, я не смогу вовремя среагировать. Ха-ха. Ты забыл? Воители святого уровня могу распространять духовную сущность за пределы своих тел. Я видел каждое твое движение, что ты проводил под землей. А ты думал, что сможешь застать меня врасплох. Ха-ха. Фиолетовый татуированный медведь был несказанно доволен собой. На протяжении более трехсот лет он был пропитан ненавистью и со временем она только росла. Каждый раз, когда он смотрел на свое отражение в воде и видел уродливую рану на месте глаза, его сердце переполняло ярость и ненависть, которую было ни на ком выместить. Все это время он словно медленно варился в этой ненависти и ярости, пока не прорвался на святой уровень. Хруст. Можно было четко услышать странный звук, после которого огромное массивное тело дракона на невероятной скорости полетело в сторону. Через миг, примерно в ста метрах от медведя, можно было услышать голкий звук от столкновения со стеной пещеры, в результате которого образовался огромный кратер, после чего дракон упал на землю пещеры. Фиолетовый татуированный медведь в изумлении взглянул на хвост, который остался в его лапах. Ты-ты переломил свой собственный хвост? Медведь был крайне сильно шокирован произошедшим, но через миг, придя в себя, он с еще большим безумием в голосе продолжил заливаться смехом. Ха-ха, Сортиус, ты действительно оказался в таком жалком состоянии, что должен был избавиться от своего хвоста? Просто замечательно. Фиолетовый татуированный медведь был крайне доволен результатом, ведь ему удалось довести до такого жалкого состояния бронированного шипастого дракона. Ленлай с не меньшим изумлением смотрел на бронированного шипастого дракона. Насколько же надо быть безжалостным и хладнокровным, чтобы избавиться от собственного хвоста? Для дракона важность хвоста нельзя было переоценить. Дракону, чтобы избавиться от своего хвоста, требовалось не меньшее мужество и несгибаемость характера, чем если бы человек решил отсечь свою ведущую руку. Сейчас, если присмотреться, то в месте, где должен был начинаться хвост, виднелась лишь метровая округлая рана от отсеченной плоти. Из раны струились огромные потоки крови, но даже после всего произошедшего глаза бронированного шипастого дракона были все еще холодны, как лед, излучая жажду крови и сосредоточенно наблюдая за фиолетовым татуированным медведем. Как самонадеяно, твоя сегодняшняя смерть уже предрешена. Фиолетовый татуированный медведь небрежно отбросил хвост дракона в сторону, а в его взгляде читалась небывалая уверенность. Нет хвоста, и страдает от большой потери крови. Бронированному шипастому дракону был нанесен огромный ущерб, а его былая боевая мощь была потеряна. Если в такой ситуации фиолетовый татуированный медведь святого уровня не сможет убить его, то это нельзя будет назвать никак иначе, как шуткой. Рев. Низкое басистое рычание. Бронированный шипастый дракон согнул свои лапы, после чего оттолкнулся от земли с огромной силой. Его тело ринулось в сторону фиолетового татуированного медведя с невероятной скоростью, превратившись в большое размытое пятно. Две огромные лапы медведя вновь были окутаны темной аурой, после чего он с яростью нанес удар в сторону приближающегося дракона. Если исходить из прошлого опыта и приложенной силы, то фиолетовый татуированный медведь святого уровня должен был отправить бронированного шипастого дракона далеко в полет. Однако, увидев приближающийся удар, дракон раскрыл свою пасти мертвой хваткой и вцепился за край лапы медведя. Лапы фиолетового татуированного медведя были очень прочными и несмотря на то, что бронированный шипастый дракон смог своими зубами впиться в одну из них, он все же не был в состоянии прокусить ее насквозь. Аркх. Фиолетовый татуированный медведь издал вопль боли, он однозначно не ожидал, что бронированный шипастый дракон поступит так, ведь схватившись зубами за лапу, его морда была беззащитна от удара второй лапы. Ты что, хочешь умереть? Медведь яростно взревел, после чего замахнулся второй лапой по морде дракона. Если бы его сильные и длинные когти дотянулись до глаз дракона и пронзили их, то медведь смог бы достать ими до самого мозга дракона. После чего, наступит мгновенная смерть, но именно в момент перед касанием свист, свист, свист. От всего тела бронированного шипастого дракона начал исходить звук странного потрескивания. Через миг после того, как послышался этот звук, все шипы, которые были в арсенале дракона, отделились от его тела и со скоростью пули полетели в сторону фиолетового татуированного медведя, пронзая его тело. Фиолетовый татуированный медведь был изрешечен шипами, несколько из которых попали прямо по его морде, пробив ее насквозь. Аркх, Сартиус, ты. В глазах медведя читалось неверие в происходящее. Двумя наиболее опасными особенностями бронированного шипастого дракона были его броня и шипы. Слово бронированный в наименовании подвида его расы отражает смысл невероятной обороноспособности их подвида, в то время как шипастый говорит об огромном количестве шипов, растущих из его спины. Однако, мало кто знает, для чего они на самом деле были нужны. Если дракону была необходима защита, то его невероятно прочная чешуя с легкостью справлялась с этой задачей. Что же до атаки? Глядя со стороны, шипы не имели большого атакующего потенциала. Казалось, что они больше помогают в защите. Однако немногие магические звери были в курсе, что бронированный шипастый дракон может непосредственно выстреливать ими в своих врагов. Для дракона было не важно, что предпримет медведь, ведь он уже давно решил, что если этого потребует ситуация, он погибнет, но вместе с собой заберет в загробный мир своего противника. С такого близкого расстояния проникающая способность от столкновения с его шипами была в разы больше, чем от прямого удара его когтей. Фиолетовый татуированный медведь не имел ни малейшего понятия, что бронированный шипастый дракон обладал такой пугающей способностью. Находясь на таком близком расстоянии друг от друга, у него не было шанса, чтобы увернуться хотя бы от одного шипа. Бульканье Его тело было изрешечено шипами. Фиолетовый татуированный медведь святого уровня чувствовал, как жизненная сила покидает его. Не желая умирать таким образом, он поднял свою пасть вверх и яростно взревел. Том 4 Глава 20 Трансформация из-за драконьего кристалла даже Деринг Кауарт, будучи в расцвете своих сил и на пике возможностей великого мага святого уровня после такой атаки с прямым попаданием не имел бы возможности спасти свою жизнь. После того, как тело фактически уничтожается, неминуемо наступает смерть. Только кто-то обладающий могуществом бога мог бы восстановить свое физическое тело. Фиолетовый татуированный медведь святого уровня чувствовал, как жизнь медленно покидает его, а душа в течение всего нескольких минут полностью оставит его бренное тело. Сартиус В последнем приступе ярости, фиолетовый татуированный медведь со всей оставшейся у него силой обрушил свои массивные лапы на череп бронированного шипастого дракона. Дракон лишился одного глаза, в то время как чешуйки, которые защищали его морду, были либо покрыты трещинами, либо расколоты. Бронированный шипастый дракон не пытался уклоняться или сопротивляться, ведь он понимал, что и его жизненный путь уже подошел к концу. После того, как дракон выстрелил своими шипами в противника, жизненная искра силы в его глазах тоже начала медленно угасать. Я отказываюсь умирать таким образом. Яростный вой Голкий звук удара Огромное массивное тело медведя упало не землю, а его душа уже не могла противиться зову преисподней. С этого момента на континенте Юлан стала на одного фиолетового татуированного медведя святого уровня меньше. Линлей посмотрел на упавшее тело медведя, а затем на дракона, который по-прежнему своими зубами мертвой хваткой держался за его лапу. Это двойное поражение. Бронированный шипастый дракон также был уже одной ногой в могиле. Большие потоки свежей крови непрерывно текли из места, где раньше был его хвост. Его веки медленно закрывались, но вдруг, бронированный шипастый дракон внезапно открыл свой уцелевший глаз. Этот холодный, безэмоциональный глаз темно-золотистого оттенка сосредоточил все свое внимание на Линлей. Ах! Встретившись с этим взглядом, сердце Линлей бешено заколотилось. Эти два могущественных зверя с самого начала заметили присутствие Линлей. Только они не обращали ни грамма своего внимания на него. Однако, дракон отказывался принимать тот факт, что после смерти его тело может быть осквернено каким-то человеком. Бронированные шипастые драконы были самым гордым и тщеславным подвидом среди драконов. Даже будучи на пороге смерти и при отсутствии шанса на победу, они не могли позволить своему противнику легко выиграть бой, не говоря уже о том, чтобы их труп был изуродован обычным человеком. Это плохо. Не колеблись ни секунды, Линлей начал убегать. Он же почти умер, и по-прежнему хочет меня убить. Линлей чувствовал себя довольно обозленно. Через миг дракон испустил невероятно сильный яростный рев. Рев был такой силы, что возможно за всю его жизнь он не издавал рева сильнее. Дракон превратился в размытое пятно, оставляя за собой остаточные изображения и в следующий момент уже появился рядом с Линлей. Его когти устремились в сторону, где тот находился, почувствовав внезапно появившиеся за его спиной колебания воздуха. Линлей инстинктивно хотел уклониться, прильнув к земле. Он понимал, что от удара когтей этого дракона может умереть даже магический зверь девятого ранга, что же до его жадейтовой брони она и подавно не поможет ему защититься от попадания по нему хотя бы одного когтя бронированного шипастого дракона. Свист. Можно было услышать яростный писк. И уже через мгновение маленькое тело Биби лоб в лоб столкнулось с когтями дракона. Биби. Так как Линлей был духовно связан с Биби, он смог почувствовать, что тот начал действовать. И в тот же миг сердце Линлей задрожало от страха. Бам. Раздался громкий голкий звук. Маленькое тело Биби было отправлено в полет на невероятной скорости. После чего раздался громкий звук столкновения с поверхностью стены туннеля, в результате которого образовалась глубокая расщелина. На внешних краях расщелины можно было увидеть яркие пятна крови. Кровь Биби. Заметив ее, сердце Линлей переполнилось невероятной болью и чувством скорби, которые не шли ни в какое сравнение с тем, что он испытал при расставании с Алисой. В его голове одна за другой мелькали картины проведенного с Биби времени. Линлей вспомнил первый раз, когда он только встретился с Биби. С каким ужасом и любопытством он наблюдал за ним, когда тот поедал каменные глыбы с заднего двора его родового поместья. Образ самодовольной рожицы Биби и то, как очаровательно и мило при этом он постоянно морщил свой нос. И те картины, когда Биби комком скручивался под его одеждой, чтобы поспать, при этом согревая его самого. С тех пор, как Линлей исполнилось восемь и до текущего момента. Тот, кто всегда по-настоящему был на его стороне, это Биби. Хотя он любил хвастаться и бахвалиться и порой неуместно подшучивать, Биби уже давно успел занять незаменимое и чрезвычайно важное место в сердце Линлей. Гра-а-а-а. Линлой издал глубокий, пронзительный крик, его глаза в этот момент полностью налились кровью. Когда гигантские клыки дракона уже находились в дюйме от тела Линлой, его скорость достигла до сели невиданных высот, после чего он в ответ широко раскрыв свой рот сомкнул свои зубы на оголенной плоти шеи дракона. Хруст. Большая часть плоти на плече Линлой была содрана нанесенным вскользь укусом дракона, но зубы Линлой также впивались в раненую область шеи дракона. Умри, умири вместе со мной. Оказавшись в неистовом, даже точнее будет сказать, сумасшедшем ментальном состоянии, Линлой яростно пил кровь живого дракона, параллельно откусывая куски плоти дракона и проглатывая их. Аэээкх. Когда поток крови из шеи дракона омыл лицо и тело Линлой, он ощутил невыразимую боль, словно его поместили в чан с кипящей водой. Но эта боль была не самой страшной. От выпитой крови, все тело Линлой начало сводить в судорогах. Боль. Невероятно свирепая боль. Боль от потоков крови, стекающих по его коже, Линлой еще мог выдержать. Но кровь дракона, которая попадала в его желудок, в конце концов, внутренние органы гораздо чувствительнее и уязвимее, чем кожа. Боль была настолько яркой и невыразимой, словно его желудок по кусочку вырывают из тела. Сейчас тело Линлой находилось в состоянии агонии, но он словно забыл, в каком состоянии был его организм и что ощущал. Последний удар бронированного шипастого дракона был без сомнений сильнейшим за всю его жизнь. Можно легко представить, насколько ужасающая разрушительная сила была в нем заложена. Острота когтей бронированного шипастого дракона также была легендарной. Любой зверь девятого ранга получит от них серьезный ущерб, что уж говорить о Бибе. В глазах Линлой до сих пор застыла картина кровавого пятна в расщелине. После того, как защитный покров из меха на маленьком теле Бибе был пробит, а затем рассечена и его плоть, как он мог выжить. Что важнее, через их духовную связь Линлой чувствовал, что жизненная сила Бибе была так слаба, что ее уже практически нельзя было ощутить. Ааааа, его сердце было переполнено скорбью и Линлой еще яростнее свирепей впился в плоть дракона. Сейчас ему было абсолютно не важно, в каком состоянии находится его тело и какую боль при этом он испытывает. Линлой, остановись, хватит, стоп. Деринг Коуарт кричал на него. Используй траву синее сердце, быстрее используй траву синее сердце. Если ты не сделаешь это, то твое тело не выдержит. Но слова Деринга не остановили Линлой. Он продолжал жадно и неистово поглощать кровь дракона. Внезапно какой-то ледяной кристаллический предмет оказался в горле Линлой, после чего был сразу проглочен. В тот же миг боль стала еще сильнее. Все тело Линлой начало бесконтрольно биться в конвульсиях. Боль. Сейчас Линлой хотел почувствовать боль. Такого рода физической болью, совсем чуть-чуть, но удавалось заглушить боль, бушующую в его сердце. Линлой. Деринг Ковард кричал, не зная, что он может еще предпринять. Бо. Босс. Раздался очень слабый голос в голове Линлой. Тело Линлой содрогнулось. Он вдруг остановился, перестав пить и проглатывать куски плоти Биби. В тоннеле вдруг стало невероятно тихо. Ошеломленным взглядом Линлой смотрел на Биби. Тот начал шевелиться внутри глубокой расщелины, образованной в результате столкновения с его телом. Он почувствовал, что жизненная энергия Биби начала потихоньку восстанавливаться. Видя, как Биби медленно выползает из глубокой расщелины, Линлой ощутил невероятную радость и счастье. Но сразу же после этого до сознания Линлой дошло, какую он испытывает боль. Быстро глотай траву синее сердце. В ярости взревел Деринг Ковард. Только теперь Линлой среагировал. Резким движением руки он открыл рюкзак, затем схватил охапку травы синее сердце и сразу закинул ее себе в рот. Проглотив ее, он почувствовал ощущение прохлады, которая растекалась по всему его телу, подавляя при этом жгучую боль от крови дракона. Но Линлой до сих пор чувствовал, что в одной части его живота все никак не утихают интенсивные болевые ощущения. Когда жжение, охватившее весь его организм, поутихло, боль в этом месте живота стала более выраженной. Не колеблись ни секунды, Линлой схватил еще одну охапку травы синее сердце и затем проглотил ее. Затем Линлой принял позу для медитации и начал вспоминать секретные учения воина в драконе и крови о том, как пробудить его драконью кровь, чтобы она уплотнилась в его жилах. Кажется, работает. Шансы на успех за счет использования крови дракона девятого ранга были лишь немного ниже, чем от крови дракона святого уровня. Но бронированный шипастый дракон находился на пике девятого ранга, а также был очень могущественным подвидом драконов. Небольшой физический размер его тела говорил также о том, насколько качественной должна быть его кровь в сравнении с тем же объемом крови других более крупных особей драконов. Скрежет зубами. Драконья кровь в жилах Линлой начинала постепенно подвергаться метаморфозам, после чего преобразовывалась волна за волной, она стала источать боевое ци драконья и крови. Но все это время, независимо от того, сколько бы он ни ел травы синее сердце, боль в том участке его желудка ни капли не утихала. Линлой не знал, что вместе с плотью и кровью он проглотил драконий кристалл бронированного шипастого дракона. На самом деле, негативный эффект от кристалла был в 10 тысяч раз сильнее, чем от крови дракона. Даже после того, как он съел столько травы синее сердце, которая по идее должна была притупить боль, в том месте боль была просто неописуемой. Тем не менее, кровь воина в драконе и крови была тоже необычной. Родословная воина в драконе и крови берет свое начало от первого обладателя драконе и крови, Баруха. В далеком прошлом, когда Барух был на пике своего могущества, он был в состоянии убить даже девятиглавого змея императора святого уровня. После чего, его слава еще долго гремела по всему континенту Юлан. Даже могущественная и высокомерная раса драконов не осмеливалась бросить ему вызов, чтобы сразиться лоб в лоб. И это все на фоне того, что Барух поймал несколько их сородичей, драконов святого уровня, после чего пускал им кровь и давал ее выпить членам своего клана. Сила воина в драконе и крови была поистине ужасающей. Что касается секретных учений воина в драконе и крови, что вел Барух. В них говорилось, что если выпить кровь дракона, то есть большая вероятность того, что выпивший умрет. Эта запись была примером сокрытия истины по просьбе расы драконов. Но в действительности, используя этот метод Барух создал много воина в драконе и крови. Уникальная кровь воина в драконе и крови по сравнению даже с благородной кровью самих драконов была намного величественней. Даже несмотря на то, что со временем ее плотность у членов клана невероятно снизилась, потенциально она была способна позволить человеку достичь ранга воина святого уровня. Понимая это можно представить, насколько могущественной являлась кровь воина в драконе и крови. И сейчас кровь воина драконе и крови начинала пробуждаться. Войдя в контакт с драконием кристаллом бронированного шипастого дракона начали происходить странные трансформации. Драконий кристалл являлся высококонцентрированной чистейшей энергией бронированного шипастого дракона девятого рана, собранной и очищенной им на протяжении всей его жизни. А плотность дракония и крови в венах Линлэй пока была еще слишком низка. Шибаршение, хруст, скрип и хруст. Все тело Линлэй охватила невообразимая боль, после которой он ненормально выгнулся назад, задрав свою голову кверху и взвыл. На поверхности кожи Линлэй начали расти причудливые черные чешуйки, которые словно острые ножи разрезали одежду при соприкосновении с ней. На руках и бедрах Линлэй также начали медленно появляться чешуйки. Сейчас Линлэй охватила неописуемая боль. Его лицо исказило уродливая гримаса мучений, а тело было напряжено до такой степени, что его вены вздулись, словно стремясь вырваться из-под кожи. Внезапно еще одна волна боли приливом обрушилась на Линлэй и в тот же момент острый черный шип, рассекая плоть и кожу, вырвался посреди его лба. Том 4. Глава 21. Воин драконий крови Линлэй испытывал такую боль, что всего его тело билось в бесконтрольных конвульсиях. Глядя на позвоночник, можно было рассмотреть каждый из позвонков, потому в данный момент создавалось впечатление, что они вырвутся из-под кожи. Однако, на месте позвонков начали показываться странные шипы черного цвета. Болевые ощущения испытываемой Линлэй в момент этой метаморфозы были невероятно яркими и острыми, в результате чего он начал издавать стоны. Все его тело уже было полностью покрыто потом и в этот момент шипы начали с большей скоростью вспарывать его плоть изнутри, пока окончательно не появились на поверхности тела Линлэй. Каждая чешуйка и каждый шип фактически были миниатюрной копией их на бронированном шипастом драконе. Стиснув зубы и при этом издавая болезненные стоны, Линлэй делал все от него возможные, руководствуясь секретными учениями воина в драконе и крови. Драконий кристалл все это время потихоньку, но беспрерывно растворялся, распространяясь по жилам Линлэй, становясь при этом все меньше и меньше. В то же время, драконья кровь в жилах Линлэй с удивительной скоростью постоянно поглощала сущность элемента тьмы, который содержался в кристалле дракона. Но темпы трансформации его тела только начали набирать обороты. Аэггр окровавленный, черный чешуйчатый драконий хвост начал медленно расти на месте копчика Линлэй. Хвост по размеру и твердости напоминал стальной хлыст. Что, что происходит? Чувствуя, что по всей длине его позвоночника выросли шипы, а все его тело покрылось черными чешуйками, Линлэй был ошарашен. В записях секретных учений воина в драконе и крови было описано всего три уровня трансформации. После достижения третьего уровня, драконья форма все тела воина дракония и крови должно быть покрыто голубыми чешуйками, а на лбу появится рог или рога. Такая форма должна быть финальной для воина в драконе и крови, однако, к текущему моменту физическая трансформация Линлэй уже довольно сильно отличалась от описанной в книге. Чешуя, которая покрывала все его тело, была не голубого цвета, а черного. Если шип в виде рога появился на лбу по плану, то шипов на его позвонке там быть не должно. Линлэй невольно вспомнила бронированном шипастом драконе. Второй же уровень, полудракон отличается от третьего уровня, драконья форма тем, что тело внешне лишь наполовину трансформируется в дракона. Что касается первого уровня, то внешний воин дракония и крови будет выглядеть совершенно как обычный человек. В большинстве случаев, воин дракония и крови практически постоянно находится на этом уровне метаморфозы, пребывая в обычной человеческой форме. В секретных учениях воинов драконии и крови говорилось, что когда человек в первый раз пытается пробудить в своих жилах драконию кровь и сокрытую в ней боевую ци, его тело будет бесконтрольно трансформироваться до конечного третьего уровня, драконья форма. Также в учениях говорилось, что первое превращение будет невероятно болезненным процессом, но все дальнейшие преобразования будут проходить безболезненно. Тем временем в организме Линлэй, потоки находящейся в теле Линлэй темно-голубой жидкости словно переплелись с черной и распространялись по всему его телу. Каждый мускул и каждая вена непрерывно поглощали энергию, исходящую от этих жидкостей. Физические способности Линлэй повышались с ужасающей скоростью, но между тем это быстрое укрепление и усиление тела проходило в невероятных муках. Чертовы драконы, к этому моменту Линлэй про себя уже всячески начал проклинать всех драконов. Вы все, каждый из вас, если бы не вы, члены нашего клана определенно составили бы более подробное руководство и последствия от употребления крови живых драконов. Чем больше Линлэй об этом думал, тем сильнее злился. В книге секретных учений воинов дракония и крови противоречие на противоречие. Если бы описанный метод пробуждения дракония и крови не работал, то на кой вообще эта книга? А ведь в ней говорится, что успешных результатов не было, люди всегда погибали, что за бред. Линлэй догадывался о произошедшем 4000-5000 лет назад. Наверняка это все из-за давления со стороны расы драконов, в результате чего мои предки не стали более подробно описывать весь процесс и проводить новые превращения, чтобы набраться опыта. Линлэй сейчас попросту не знал, что делать. Его текущая дракония форма уже сейчас кардинально отличалась от описанного третьего уровня драконии формы в секретных учениях. Я чересчур ментально устойчив. Сейчас я хочу просто потерять сознание, хотя бы на минутку или даже на секунду. Линлэй про себя уже умолял об этом. Он хотел хотя бы на мгновение прекратить эти страшные муки. Все тело Линлэй еще раз охватила конвульсия. Внезапно нахлынул поток боли в области его пальцев ног. Каждый из суставов пальцев ноги Линлэй словно выворачивался. Через миг его ногти были выдавлены изнутри черными когтями, очень похожими на когти дракона. Вызванная этой трансформацией боль все же помутнило сознание Линлэй и он понемногу начал терять сознание. В глазах Линлэй словно наступил непроглядный мрак, он уже не понимал, он стоит, сидит или уже упал и лежит, его сознание угасало. Бум обмякшее тело Линлэй рухнуло на землю. Ох, он все же потерял сознание, подумал про себя Деринг Кауэрт, который все это время находился рядом с Линлэй. Он ничем не мог помочь и лишь вздохнул. Как ужасно. Я не могу представить, как предок Линлэй, барух, мог создать настолько странную и ужасную способность превращаться в драконью форму. Нахмурившись, Деринг Кауэрт пробормотал про себя. Честно говоря, это странно. Кажется, что помимо воина в драконе и крови, есть также еще три невероятно могущественных родословных верховных воинов. Но когда я еще был жив, не было такого понятия, как верховный воин. Но вскоре после того, как я умер, эти четыре могущественные родословные появились на сцене континента Юлан. Несмотря на то, что Деринг Кауэрт обладал тысячелетним опытом и мудростью, он так и не смог разобраться, как и почему все это произошло. Если он смог убить девятиглавого змея императора, то предок Линлэй, барух, был наверняка не слабее, чем я и даже возможно сильнее. Деринг Кауэрт отлично знал, насколько сильным был девятиглавый змей император. Девятиглавый змей чрезвычайно грозная и могущественная раса магических зверей. А змей, что получает звание императора среди своих сородичей, должен быть на пике святого уровня. Даже Деринг в свое время не был уверен, что он сможет убить девятиглавого змея императора. И еще, этот странный маленький призрачный мышонок. Деринг Кауэрт повернул голову в сторону, где находился Бебе, который все еще лежа отдыхал и восстанавливал силы в ранее проделанной его телом расщелине. Бронированный шипастый дракон является одним из самых могущественных видов зверей девятого ранга, а этот дракон Сартеус уже был на пике девятого ранга. Его удары смертельны, они способны проникать и разрезать плоть других магических зверей девятого ранга, как нож масла, и все же этому маленькому призрачному мышонку удалось выжить. Деринг Кауэрт не мог скрыть своего удивления. Сейчас он уже начал сомневаться, действительно ли перед ним призрачная мышь. Может этот маленький призрачный мышонок, на самом деле камневидная крыса. Деринг Кауэрт знал, что из двух основных видов грызунов класса магических зверей, камневидная крыса была более распространенным подвидом, чем призрачная мышь. Самые слабые камневидные крысы были лишь первого ранга, а их топовый уровень останавливал.